Всем привет, друзья! Вы на канале Шедвель Игровые Миры, меня зовут Дмитрий. Мы продолжаем с вами Sims 4, и пока игра грузилась, а поверьте, Sims 4 грузится довольно-таки массивно и долго, я заметил, что во время загрузки игра, оказывается, идёт своим ходом. И наш главный герой уже находится сейчас на работе, у него там что-то с пищеварением, у него страшный голод, покормить его, чтобы не усугублять состояние. Волчий аппетит через 21 час. Короче, раз меня нет, тогда будем ускоряться. Странное, конечно, решение играть без меня, очень странное, если честно. Нейтральный. Всё, видите, наладилось, сейчас время очень сильно идёт вперёд. Да нет, оно, по-моему, стоит на месте, мне кажется. Да нет, идёт вперёд. Ну, сам факт, пока игра грузилась, напомню, мы сохранились за час до выхода на работу, но, по-моему, сохранились в ускоренном режиме. Ух ты, смотри, я там что-то добиваюсь на работе. Лучше, чем, блин, когда я там работал персонально. Смотрите, сейчас будет уже результат, наверное, может я выйду сегодня. А какой сегодня день? Вторник. Закончу сегодня день и стану, может быть, генералом или ещё кем-нибудь. В общем, в любом случае, скоро наш главный герой вернётся и надо себе зарубить на носу, что ни в коем случае нельзя игру сохранять в ускоренном режиме и, наверное, перед работой. Ничего себе, заработал сегодня больше, чем когда-либо, прикиньте. Больше, чем когда-либо. Я в прошлый раз заработал 140, но мне пришлось там бегать. А теперь я заработал... Ну, неплохо заработал, 180. Итого у меня 288. Кстати, там что-то горит у меня, вот это вот сияет. Сейчас у него, конечно, надо моего персонажа есть посмотреть на львиный лев какой-то. Это цветок, по-моему, какой-то, да? А тут ещё куча какая-то с чем-то. Нейтральный. Ну, посмотри, посмотри. Посмотрел? А теперь срывай. Мы его продадим. Получен навык садоводства. С новым навыком садоводства Дмитрий может сажать растения, поливать их, убирать сорняки и собирать урожай. Новые действия продвинутые техники садоводства станут доступны к превышению уровня навык. Круто, круто, спасибо. Что это за яма? Копать. Самое время, наверное, копать. Самое время. Давай быстрее только копай. Нам надо много чего ещё сегодня сделать. Я думал, на работу пойду, наконец-то выполню задание. Ну, что, выкопал нет? Дмитрий находит что-то плюс один известняк. А на кой нам на это надо, не знаем. Ладно, у нас ещё с прошлой серии. Кстати, здесь есть еда. Она, оказывается, у нас не портится, да? Бокпанкер нам её принёс. Ещё, правда, две порции осталось. Но самое время, наверное, её съесть. Ну, а что нам ещё делать? Давай, ускоряйся, побыстрее. В эту сторону. Ешь. Ешь, пожалуйста. Потому что есть больше нечего. Денег у нас не так много. Мы опять отравились. Ну, не отравились, это не отравление. Это называется неправильное питание. Ну, пока что придётся так. Фруктовый торт. Алекс Мойер хочет зайти в гости, чтобы пообщаться. Вы разрешаете? Ну, давай. Окей. Заходи. Это мы с ней познакомились в прошлой серии в парке. Она любезно поделилась с нами едой. Напомню, что мы голодаем немножко. Немножко голодаем. Так, подожди. Нам срочно нужны потребности. Твой досуг. Общение. Общение нормально. С досугом у тебя беда. Поэтому давай, наверное, на второй этаж. Пока её нет. На стульчик. И смотри на это большое тамогуч. Не зря же мы его купили. Комната мне, конечно, напоминает немножко этот. Как палата психбольного. Это она, да, идёт ко мне в гости? Да, это она идёт. Ну, а я пока что смотрю телевизор. Давай побыстрее. Побыстрее, ты сказал. Сел? Сел. А теперь смотри. Смотри всё на свете. Так, она идёт. Она поднимается. Осторожно. У меня в спальне просто унитаз стоит. Это не очень прилично. Но у меня другого нет варианта. Ты смотришь телевизор, нет? Он не смотрит телевизор. Нам не с кем. Ну, давай с ней общаться. Раз у нас невозможно это сделать. Смотри телевизор, я имею ввиду. Ну, давайте пообщаемся с ней. Сплетничать о коллегах. Самое время. Конечно, она не вовремя пришла. 19.31. У меня много нужд всяких. Ну, конечно, надо, конечно, поднимать это. Общение уровень. Дайте я хоть на неё посмотрю. Это я вдалю и смотрю. Куда ты пошёл? Ты что, спать пошёл? А, посмотреть на это. На жабу. Жаба интереснее, чем Алекс Мойер. Ну, ладно. Пожаловаться на проблемы. Давайте немножко зальём душу. У меня был тяжёлый день. Обворовали моего соседа снова. Два дня подряд. Приятный разговор. Алекс Мойер. Давайте обсудим ещё работу, что ли, твою. Она есть хочет. А у нас есть нечего, сразу говорю. О, он включил телевизор. Шикарно. Всё, надеюсь, она пошла домой. Потому что мне гости сейчас не нужны. У меня очень тяжёлый, тяжёлый период в жизни. У меня нет мебели. Комната моя напоминает тюрьму. Камеру тюремную, смотрите. Унитаз и кровать. Ну, что ещё нужно-то? Ну, мне очень нужно поднимать уровень. Вот этого вот. Вот этого вот. Вот он. Растёт, я надеюсь. Да, он растёт очень активно. Но при этом уменьшается общение, питание, бодрость и гигиена. 20-22. Завтра мы опять идём на работу. Что у нас там по карьере? А ну, покажите мне. А ну, покажите мне. Нет, подожди, давай быстро не будем. Вот я не успею принять душ. Карьера, карьера, карьера. Через 12 часов. Смотрите, мы уже достигаем. Достигаем первого уровня. Что тогда изменится? И у нас есть задание для повышения. Чтобы повысить уровень нашего следователя. Кто вы там? Детектива. Сейчас мы просто полицейский рядовой. Нам нужно с вами принять ещё одно участие в рабочем дне. Я бы это сделал сегодня. Но, как вы знаете, игра меня немножко опрокинула. Но не страшно, в принципе. Будет наука на будущее. Так, приятель, у тебя всё там с досугом нормально? Ну, выше половины, конечно. Медленно очень наполняется он. А чем ещё можно его пополнить? Слушайте, она ещё здесь. Она пошла, съела мой пирог. Ты куда идёшь? А что у тебя в голове? Только не вздумай спать в моей кровати. Она на жабку пришла посмотреть. Ну ладно, жабка это нормально. Ладно. Ладно, Мойер. Иди домой. Давай, иди домой. Мне надо много ещё чего сделать. Я не подсматриваю. У меня нет просто стенки. У меня нет денег, чтобы установить стенку. Скоро всё будет. Как только меня повысят, всё у меня наладится в жизни. Так, гигиену повысили. Что там ещё у меня за беда? Досуг желательно, конечно, поднимать. Опять с питанием проблема. Блин, ну туалет, конечно, надо. Но при Мойер, при этой женщине, которая не уходит. Я не знаю, наверное, не очень прилично будет. Ну у меня один туалет в доме. У меня больше нет туалетов. Просто он дорого стоит. И пока что приходится вот так. Если гостям нужно будет сходить, а я буду спать, то им придётся ходить прямо при мне. Ну можно, конечно, загородиться стулом, если что. А что вы хотите? Построил огромный дом, но другое денег у меня не хватает. Можно на балконе ещё, конечно, поставить. Какой-нибудь недорогой унитаз. Ну унитазы стоят довольно-таки. Слышишь, тебе не надоело там, приятель? Отлично. Гигиену подняли. Давай, наверное, вот эту ещё. Пару кадров. Давай быстрей. Счастливый. А что ты такой счастливый? Потому что душ принял, да? Всё. Нет, не подходи ко мне. У меня мультики по плану. Вечерние. Как тебя отправить домой? Ну, 10 часов уже. Мне же просто на работу. Поднять настроение. Другие варианты. Весёлые действия. Нет, романтика. Мне она не очень нравится. Действия. Как тебя домой отправить? Сформировать группу. Какую группу? Короче, иди домой. Давайте на облачную погоду пожалуемся, она и уйдёт отсюда. Не мешай мне смотреть мультики вечерние. А, оно идёт. И общение, и мультики идут. Нормально. Одно другому не мешает. Единственное, что еда у нас проблема. Ну, бодрость мы восстановим, а вот с туалетом просто проблема какая-то. Что мне сейчас сделать? Прямо при ней или вынести его на балкон? А что? Я могу? Давайте его вынесем на балкон. Ну, неприлично ж при девушке ходить в туалет. Но мне надо это сделать, потому что я уже вечер, как бы, мультики посмотрел. Завтра преступников ловить. Так, Мойра, ты стой тут. А я сейчас быстро. Я просто беру свой унитаз, выхожу куда мне надо. Раз, а потом заношу обратно. У нас трубопровод... Трубопровод такой своеобразный. В любом месте работает. Так, давай сходить. Все, Мойра, иди домой, пожалуйста. Куда хочешь, уходи. Я не знаю, как тебя выгнать. Мойра. Все, хватит смотреть телевизор, давай. Пока она тебя не видит, я думаю, ты успеешь. Не подсматривай. Интересно, что соседи скажут, а? А что, неплохо. Света так и маловато. Правда, не хватало, чтобы у меня еще подсвечивала, конечно, лампа какая-нибудь. Но так вообще, на свежем воздухе всегда комфортно. Все, спать. Мойра ушла, по-моему. Спать, 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 спать. А, ты руки мыть, ну правильно. Я могу поспорить, что у 99% кто играл в Симу, ни у кого не было туалета на балконе. Это, это ноу-хау. Где там я? А вот я. Слышите, она съела мой кусок тортика последний, представьте. Обалдеть. Вот это да. Ну все, наступает голод. Ну и ладно, в принципе, я сегодня ничего не покупал такого дорогого. Жабу кормить хоть не надо каждый день. Она там у меня не откинет копыта. Хотя, жабу, по-моему, нет копыт. Надо почитать учебники. Все, давай спать. 23.49. Бегом. Счастливый. Вовремя лег спать. Как человеку мало надо. Вот в конце прошлой серии я сохранился вот на вот таком ускоренном режиме. И за это поплатился. Видите, нельзя этого делать. 6 часов. Пойдем, 6 часов. Все, 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 все. Пойдем. То мы не успеваем с тобой. Тут у нас еда уже дикая. Подъем, я сказал. Утренний туалет, давай. На свежем воздухе. Ну дождь капает. Ну а что? Я тебе крышу потом сделаю, когда заработаешь. Давай, просыпайся. Понимаю, дискомфортно. Сначала туалет, потом гигиена. А потом идем с тобой... Куда? Есть идем. Я не знаю, в холодильнике всегда есть еда? Ну а что? Своеобразный сосед. Просто у меня нет стен пока что. Так. Он идет сюда. Потом вот это надо фигню убрать. Значит, я не убрал до сих пор. Это свинарник начинается. Еще не убрал с прошлой вечеринки. Дружище. Ну правда, сейчас не время, конечно. Но еще есть. 7 утра. Скоро через час на работу. Вообще-то тебе поесть бы желательно. Собери все тарелки сразу. Не мой по одной, пожалуйста. Да. Ты умный сим. Ты достоин быть хорошим детективом. Красавец. Давай. Просто красавец. Помыл? А теперь давай что-то есть. Ох ты, сколько тут пул. А что тут перекусить? Быстро перекусить. Йогурт. Давай йогурт. Нет, давай бутерброд с ветчиной и сыром. Блин, ну ты же взял уже еду. Отставить. Ничего не готовить. Ладно. Такой же достал. Расход двойной. Быстрее ешь. Полчаса осталось. Оно идет хоть у нас в линии-то с едой? Нет, оно уменьшается. А что ты не ешь? А, вот так он ест, да. То есть засовывает вилку в рот. Значит он ест. Но я гений просто. Еще и два бутерброда. Но это будет у нас ужин. Я думаю, он не испортится. Если испортится, то нам не впервой. Если что, я знаю, где у меня унитаз находится. Соседи уже привыкли. Тем более там с видом на парк. Да, мы присоединяемся. Присоединяемся обязательно. Нам надо два дня отработать. Первый день мы, кстати, нашли все улики. Но у нас не хватило времени, чтобы полностью дело раскрутить. В аппарате не хватило времени. А сейчас не знаю, что мы будем делать. Надо, наверное, быстро шевелиться, брать улики и выезжать на место. Так как времени на все про все очень мало. Нажмите квадрат режима жизни, чтобы перетащить ее в мусорный бак. Тарелку, мусорный бак. Ну, у вас и расходы. У меня что, одноразовая посуда или что? Ищите новые картины, микроскопы, ассербаторию, чтобы получить прелестные снимки. Ладно, нажмите R3, чтобы включить или выключить сетку в режиме строительства. Так, сейчас быстро приступаем к делу. Наверное, как обычно, обобрали моего соседа. Моего соседа. Тут я же говорю, можно заниматься еще много чем. Но, если ты 5 дней в неделю работаешь, то у тебя остаются только выходные. День подготовки. Тренируйся лучше. Вам еще есть чем поучиться, прежде чем вы сможете приступить к своему собственному делу. Сначала надо отправиться в город и начать создавать репутацию дружелюбного блюстителя порядка. Или матерого авторитета. После этого вам предстоит найти и арестовать подозреваемого. Вперед, новичок. Так. От меня что? Новое задание. Думаю, мы все время будем что-то делать. Ладно, заступаем на дежурство. Не знаю, что бы это значило. Воспользовавшись схемой преступления, можно заступить на дежурство. Дмитрий выяснил, что подозреваемый ходит в рубашке с короткими рукавами. Интересно, когда я это успел выяснить? Сам придумал. Дмитрий выяснил, что подозреваемый персонаж мужского пола. А, это, наверное, моя прошлая улика, да, до сих пор работает? Понятно. Ладно, давай, работа, быстро. Хватит уже смотреть. Непонятные сайты. Заступить на дежурство. Давай, быстро. А это кто? Опять этот мужчина в женской одежде. Вот он, подозреваемый. Ну что, заступай быстро на дежурство. Поехали. А то мы с тобой, конечно, не успеваем. Хотя здесь можно первое время писать. Если у меня будут свободные деньки, можно будет вполне написать первую книгу свою. Почему бы и нет? Писать это вполне себе ничего. Ну ладно. Ладно. Тут, конечно, загрузки. Они с каждым разом становятся все длиннее и длиннее. Я не знаю, может, я буду их пропускать со временем. Так, мужчину мы ищем с короткими рукавами. Общаться с горожанами. Когда полицейский заступает на дежурство, он может знакомиться с жителями. Помогать контролировать нарушителей. Порядок. Общайте с жителями, чтобы произвести хорошее или не очень впечатление. Если вы заметите разбрасывающий мусор для делившихся персонажей, выпишите им штраф, чтобы в будущем они не причиняли вреда закона. И подчинялись закону. Выписать штраф и общаться с горожанами. Так, Дмитрий. Что ты там делаешь? Я не вижу, что это. Так, давай на паузу жми. А, мы парк патрулируем. Самый обычный. Ну и где тут прохожие? Это что? Ночь? Восемь утра. Все работают. Вообще никого нет. Ну ладно, иди по парку. Я уже себя потерял. Поехали тогда. Не знаю, что там делать. В телефоне играешься, что ли? Мне тебя сейчас... Давай, иди. Иди ищи. Кого-нибудь. Как ты выпишешь штраф, если нет ни одного живого человека в этом прекрасном парке? Я даже не знаю. Главное, не возвращай себя в полицейский участок. Вообще никого нет. Почтем, сзади что-то было. Это почтовый ящик или что это? Да, здесь происходит много преступлений. А, здесь уже тупик. Небольшая у нас территория с вами. Давай сюда тогда, не знаю. Пока что наша работа напоминает работу разносчика обуви. Которому надо протестировать пару ботинок. Чем, собственно, наш главный герой занимается? Где тут нарушители? С кем мне... А, вот, наконец-то. Люди появились. Давай сюда бегом. Ну, быстрее. Только у нас рабочий день заканчивается. Мусор никто не разбрасывает. Никто ни с кем не дерется. Что там за крики? Вот преступник. Это явно преступник. А, ну давай с этим поговорим. Что она делает? Общаться с горожанами. Здравствуйте. Я хоть выполню хоть один пункт. Напряженный. Здравствуйте. Выписать штраф. Давайте выпишем штраф за то, что у нее слишком синий свитер. Спаретничать. Как прошел день. Отличная работа, по-моему, у него. По-моему, у него превосходная работа. Так, мы познакомились с какой-то дамой. Но это не то. Кому у меня штраф выписать? Здесь же... О, вот он. О, вот он. Его точно надо посадить вообще. Так, ну давай к нему. А как тут мне увидеть, что он плохое сделал что-нибудь? А ну давай, сделай что-то плохое, пока я к тебе не подошел. Приятель, у нас уже 10 часов утра. Я не знаю, как к нам... Стой, да хватит разговаривать-то уже. Опа! Ничего себе! Так, пока. Добропорядочная. Не-не-не-не-не. С ней надо поговорить. Здравствуйте. Возбужденная. Это опасно. Да это не то. Кто-то должен что-то делать плохое здесь. О! Этот устал. А что вы здесь делаете, дамочки? О! Выписать штраф можно. Пошли. Шикарно. Так, заканчиваем с этой. Заканчиваем. Я не знаю, за что выписать штраф. Но, наверное, делает она что-то плохое. Раз один полицейский, смотрите, пошел уставшим. Или у него просто зомби-вирус завелся. То мы идем весьма бодро. Сейчас мы выпишем этот штраф. У нас только 11 часов утра. А мы уже можем сейчас что-то сделать. Можно я этого сейчас закрутить? Ну, ладно. Так я не пойму, а за что штраф? Тут что? Что-то нелегальное происходит? Ну, ладно, сейчас узнаем. Но, в любом случае, интересно. Так, подождите, вот камень есть. Надо его добыть будет. Здравствуйте. В общем, вы стоите в неположенном месте, и этого делать нельзя. Вот так вот. Ах ты ж. Вернуться в полицейский участок. Привет. Тебе тоже выписать штраф? Выписать, поприветствовать, дружески. Сердитая. Привет. Привет. Как я твою подругу только что выписал? Ну, за что штраф? Мои какие-то подруги все-таки... Хиповаты немного. Ну, все, давайте в полицейский участок. Сейчас, подождите, камень пойду, посмотрим, что там. Все, все, иди, иди давай, пока. Тут что-то валяется просто, и там вон еще что-то есть. Может, еще какую-то лягушку выкопаем. Ну, да, это камень какой-то сейчас будет. Я мечтаю сокровищ. Мне надо было археологом быть, а не полицейским. Уверенный. Здесь точно лягушка. Дмитрий находит капсулу. Интересно, что внутри нее. Ух ты. Вот интересно, конечно, что внутри нее. Но нам уже вообще-то надо домой... Блин, не домой, а в полицейский участок. Может, там еще что-то делать будем? Баклажанная лягушка. Я еще и биолог. Так, что в капсуле? Это вот это канц... Опа! Что тебе надо? Ух ты! Ничего себе, на копа напала. Обалдеть. Попробовать успокоить. Нифига себе. При исполнении. При исполнении. Выписать штраф. Я сегодня перевыполню норму. Все, извини, но мы с тобой не подружимся. Так делать нельзя. Вот тебя мы и посадим. Ничего себе. Все, свободно. Свобо-дно. Ух. Нифига себе. Надо качаться, наверное, найти спортзал. Взяли, отмотузили меня. Все, поехали. Полицейский участок. У меня в бане такую работу. Хоть бы оружие мне выдали. Или там, я не знаю, какой-то электрошокер. Электрошокер. Что он на меня напал? За то, что лягушку вытащил? Так у меня их уже две. Дома. Нормально. Так, сейчас надо, главное, закончить дело. Сейчас у меня, я не знаю, что отчет написать, наверное, надо, да? Выписал два штрафа. Один просто так, а второй за то, что мне в морду дали. Ну, второй хотя бы обоснованный. Первый, я не знаю, за что я выписал. Стояла девушка возле моста. Ну, может, она, конечно, чем-то занималась нелегальным. Всякое может быть. Всякое может быть. Поэтому я не буду утверждать, что... Ну, если можно выписать, значит, надо выписывать. Так, что нам делать? Я вернулся. Полицейский участок. У вас есть все, что нужно для ориентировки. Сейчас у вас только приблизительное описание подозреваю. Но чем больше улик вы найдете, тем... Точнее не устанет. Когда у вас будет очень подробное описание, вы с меньшей вероятностью арестуете невинного просто похожего на преступник. Не понял, мне там что-то искать надо? Ну, ладно. Я пока только учусь ориентировку. Может, там мужика надо было найти? А я, короче, выписал двум дамам, поэтому меня и отмудохали там. Но я иду весьма уверенно. Смотрите, все мне завидуют. Я, как говорится, настоящий коп. Выписавший два штрафа двум слабым девушкам. Блин, а это кто съездит за компьютером? Смотрите, видимо, какая-то еще смеется. Так, куда я иду? Где эта ориентировка? А ты что? А, он в шахматы идет играть. Ну, дает. У нас дел не в проворот, товарищ. А я думал, ты идешь ориентировку выписывать. Выпустить. Выпустить ориентировку. А где ее выпустить-то? О, преступники сидят здесь. Да где ж мой рабочий стол-то? Вот он. Так, играть, заступить на дежурство. Пу-пу-пу-пу-пу. Улучшить, практиковаться, придумать шутки, сеть, открыть. Не понял. Вот здесь, наверное, да, надо делать ориентировку. Испытать анализатор. Нифига не пойму, а как эту, вот эту фигню сделать? Ну, давай с канцелярией разберемся. Может, с канцелярией это разоп... О, что ты сейчас делаешь? Посмотреть веб-страницы. А как нам выпустить ориентировку? Так, давай, наверное, разберемся с канцелярской работой. Может, вот это она, канцелярская работа, правильно? Я не вижу, что там. У нас 13.50. У нас 3 часа, чтобы выпустить ориентировку. Это как? Что ты сейчас делаешь? Уверенный коп. А подсказки тут не будет, нет? Воспользуйтесь схемой преступления, чтобы выпустить ориентировку. Чем больше улик вы добавите на схему до создания ориентировки, тем больше шансов у вас будет на поимку подозреваемого. Выпустить ориентировку. Куда полез? Играть? Ты нормальный вообще? Ну, давай, заступим на дежурство, не знаю. Подожди, что-то не то. Подожди. Подожди. Ну, где-то что-то ориентировка должна быть. Я на работе. Телефон. Дополнить с Инстаграмми. Новостная лента. Поболтать. Нельзя перемещаться. Персонаж на работе. Купить подарки. Сделать селфи. Играть. Просматривать. Сфотографироваться. Непонятно. Вообще нифига непонятно, если честно. Ну, давайте заступим еще раз на дежурство. Или что делать? Писать? Социальная сеть? Карьера? Уволиться найти работу. Нет, это не вариант. Ну и что? Беру и опять заступить на работу. Что, опять в парк, что ли, я еду? Честно говоря, я ни хрена не понял. Зачем же вы меня тогда отправили в полицейский участок, если мне нужно снова вернуться в парк? Или мне не нужно возвращаться в парк? Ух. Тут, конечно, да. Может, потом, конечно, я буду это щелкать, как орешки. Но пока что вообще не могу понять, что от меня требуется. Найти надо было мужика в рубашке с короткими рукавами. Но задания у меня были другие вообще. Почему тогда не было задания найти мужика? Непонятно. Ну, времени уже нет, уже день закончился. А как мы знаем, что когда заканчивается смена, всех преступников можно выпускать в Симс-4. Ну и... И... Ателье Фиокьеды. Ябоса. Ага. Отправить сообщение, посмотреть. Открыть дневник. Ё-моё. Вот оно где. Карьера детектива. Подозреваемый молодой персонаж. Подозреваемый носит рубашку с короткими рукавами. Подозреваемый озабочен карьерой. Подозреваемый мужчина. Молодой персонаж. Подозреваемый носит рубашку с короткими рукавами. Озабочен карьерой мужчина. Молодой мужчина с короткими рукавами. Озабочен карьерой. Но это все, что... Как мне было догадаться, что это у меня находится в дневнике? Это же просто обалдеть. Обалдеть. Куда ты пошел? Вот мне просто интересно, вот куда ты пошел? Где ты вообще? Уверенный полицейский. Куда ты делся? Это он? По-моему, это он. Дружелюбные действия мамонтов. Выпустить ориентировку. Выспользуйте схемы преступления, чтобы... Блин, здесь нужно обучение подробнейшее. Как тут, как тут работает семья в дневнике? Где-то там в телефоне находятся улики. Да. Да. Продуктивный, принять активное участие. Это я уже сделал, но это не то, что мне нужно. Я даже не знаю, где я сейчас. Я реально не знаю, где я сейчас. И где мне кого-то искать? Ну, давайте на мужика нападем. Злые действия, дружелюбные действия. Вернуться в полицейский участок. Как эту ориентировку выпустить? Короче, наверное, надо в полицейский участок валить. Там, наверное, что-то есть. Но я, наверное, опять ничего не успею. Как-то надо выпустить ориентировку. Но она выпускается не на компьютере и не через вот этот анализатор улик. Ориентировка у меня, в принципе, в телефоне находится. Только теперь надо кому-то ее показать или куда-то вложить. Вообще-то, конечно, было бы неплохо, если бы подсказки хоть какие-то были. Или я их выключил? Ну, хотя, наверное, нет. Ну, не знаю. Не знаю. Ну, что там должно было быть-то? Ну, хоть что-нибудь. В прошлой серии я интуитивно уже засовывал эти улики в этот анализатор. Но не успел. Но я и сегодня не успею, нифига. Ну, ладно. Хотя бы давайте попробуем понять на паузе сейчас, как выпускать ориентировку-то. Только голова взрывается. Это полицейский участок? Да, это он. Еще так высоко стоять. Давайте смотреть. Вот преступник. Давайте хоть кого-то завяжем сегодня. Ну, просто Алексей Смирнов. А вдруг он? А вдруг он у нас совершит преступление завтра? Давайте всех пересажаем. Ну, и что тут делать? Какая-то доска. К ней. Может, начальник надо зайти? Это начальник или кто это такой? Начальник. Может, Еннадию Комарова зайти и объяснить ему ситуацию? Не знаю. Ладно, пошли к доске. Что это за доска? Я не знаю. Давайте начнем с нее. Обалдеть. Ориентировка направит вас в место, где кто-то видел персонажа, подходящего. Ух, под описание. Да, методом тыка все проходится. В телефоне нашел, теперь вот нашел. Вот как она выпускается. Но дальше уже будет легче, конечно. По крайней мере, буду знать, куда идти. Так, поехали. У нас всего два часа осталось. Мы опять не успеваем. У нас проблемы с едой. Дома поедим. Там кусок остался чего-то с утра. Ух, тут все какие-то ходят, видите, с зомби-вирусом. Ну, быстрее, давай, выпускай, а то сейчас опять день просрем с тобой вместе. Ну? Ну? Выпустил ориентировку. А теперь куда меня переносит? Опять? А куда теперь я еду? Ладно, спокойно. У меня через два часа можно еще продлить время на два часа до семи вечера. Правда, внеурочные мне не оплатят, наверное. Ну, хотя бы я уже знаю, как сделать ориентировку. Ну, ну, ладно. Мужик с короткими рукавами, молодой, очень увлечен карьерой. Смотрите, какая музыка. О! На этом участке был обнаружен подозреваемый, подходящий под описание ориентировки. Расспросите персонажей, может, кто-нибудь укажет на подозреваемого. Воспользуйтесь дневником, чтобы прочитать описание подозреваемого, прежде чем какого-либо арестовать. Если вы арестуете не того персонажа, это скажется на вашей репутации. Самое печальное, что мне это сейчас только написали, что дневником воспользуйтесь. Константин Давыдов. Это не рубашка. Это не рубашка, нам нужна рубашка. А ну, давай дневник. Молодой персонаж. Рубашку с короткими рукавами. Это же футболка, правильно? Озабочен карьерой, он мужчина. Ну, молодой персонаж. А участок это какой по масштабу? Вот это здание или вообще все на свете? На этом участке вы обнаружили подходящие под описание ориентировки. У меня осталось всего 2 часа. Сейчас я все сортиры проверю. А что это за пивнуха? Ладно, давайте на... О! Это... 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 Это мужчина! Обалдеть! Это не рубашка, это футболка. Я, конечно, подумал, что это сначала... Ну, ладно. Женщина. И кто же здесь у нас подозреваемый-то в этом мире? На каком участке? На этом аж участке? Давайте с кем-то поговорим. Нам сказали попробовать поговорить. Блин, мы закроем хоть одно дело? Арестовать. Спросить про подозреваемого. Давай попробуем. Поехали. Время-деньги. Ты идешь, нет? Ну, ты медленный, конечно. Давай, я уже волнуюсь насчет того, что мы что-то успеем с тобой есть. Хочется. Здрасте. Слева. Ну, и что он мне сказал? Только что был вон там. А куда ты идешь сейчас? А ну, куда ты идешь? Блин, интересно, конечно. Играть под дождем. Это нормально вообще? И где же он был вон там? Он тут сюда показал. А тут что? Тут какой-то дворик. А сюда я могу войти? Нет, отсюда я должен ехать. И где же он здесь был? Вон там. Ладно, давайте поговорим еще с женщиной. Здрасте. Только она у нас не попадает под подозрение. Здрасте. Ну и? Теперь, когда упомянули об этом, мне кажется, похоже, по описанию персонаж находится вон там. Вот этот, что ли? Так куда они пальцами-то показывают? Здесь нет никого. Ну, неужели мне его арестовывать? Ну, похоже, конечно, был. Давайте третьего еще обсудим. Всего три здесь. Подожди. Что это такое? Спросить подозреваемого. Она на него показывает. Вот на этого. Это он же? Да, это он же. А ну, давай к нему. Это он. Это он. Сейчас мы его и арестуем. Это рубашка у него, блин? Хоть бы цвет рубашки бы сказали. То есть было бы круто. Дмитрий заканчивается работать через час. Ему пора завершить все дела. Туда? Ну и? Похоже, по описанию персонажа только что был вон там. Где вон там? Где он был вон там? Кошмар какой-то. Туда же через дорогу нельзя перейти. Туда надо ехать на автомобиле. Короче, мне говорят, что... Что виновен всему вот этот парень. Нет, подожди, подожди. Бабушка, последняя надежда на тебя, честно. Бабуля, я тебя, конечно, могу арестовать. Но у меня есть последнее дело. Давай. Можно я продлю время? Продлил до 17. Бабуля, подскажи. Если ты бабуля, конечно. Не понял, что за фигня. Да спроси ты у нее. Почему не срабатывает вопрос? Не подходи близко. Спасибо, бабушка. Я на тебя потратил полчаса. Ну, реально ли она бы подставила своего мужа, потому что это Емельянова. И это Емельянов. Это муж и жена, походу. Дамочки. Устинова. Подросток. Подросток мне все расскажет. А ну. Давай, у нас еще время есть. Последняя минута. Ну, не уходи, что так далеко. Отлично. А ну, подойди сюда, подросток. Короче, вот это надо арестовывать, я так понимаю. Можно с вами поговорить? А ну, давай. Все, опять исчезла. Она не может с ним разговаривать. Да почему же? Устинова, рассказывай мне, кто подозреваемый. Ну, ну, ну. Высокий. Он был там. Я не знаю ничего, кто подходил под это описание. Короче, мне, наверное, рассказали про вот этого типа, если, конечно, вот это не он. Ладно, спасибо вообще. Давайте его попробуем арестовать. Время уже позднее. Походу, это Константин Давыдов. Арестовываем. Что будет, то будет. Не знаю. Раз на него пальцем показали, значит, мы его берем в обиход. Просто время позднее, надо уже заканчивать смену. А если я никого не арестую, будет печально. Вы арестованы. Ну что, я того поймал, хоть персонажа. Я не знаю. Мужик в рубашке, молодой, озабоченный карьерой. Он, не он. Ну, что-то я счастливый был. Может, все-таки я поймал того, кого надо. Так куда мне его теперь сдать, надо успеть. Просто мы же понимаем, что если рабочий день будет закончен, мы должны отпустить всех преступников, как это было в прошлой серии. Ну так все делают. Не успел до 17.00 оформить? Выпускай, завтра поймаешь его. Блин, ну загрузки, конечно, здесь ужас. Если каждого так под локацию загружать? Да. Тяжелая работа. Я прям всем всей душой помогаю. Главному герою ловить преступников. Ну что, мы поймали его? Что делать? Теперь, когда вы изучили всю работу здесь, знаете... Обалдеть. Знаете, что и за пределами участка полно дел. Регистрируйте преступников, принимайте заявления от жителей, строите отношения с коллегами. Также поддержите хорошую физическую форму в спортзале наверху и работайте с базой данных на компьютер, чтобы лучше узнать криминальный мир. Обыскать, упражняться один час. У меня нет столько времени. Давайте хотя бы с начальником поговорим. Начальник, я знаю, где сидит. А где тут упражняться час? Начальник. Здрасте. Геннадий Комаров. Обсуждаем теорию раскрытия. Давай. Обыскать преступников в месте регистрации. 17.20. Рабочий день, правда, сейчас закончится, но я хотя бы что-то сделаю. Ты заходишь, нет? Приятель, давай быстрей. Ну, засчитает мне это дело? Мы общаемся, нет? Присаживайтесь. Ну да, мы обсудили все. Поговорись, начальник. Все? Время идет. Кофе. Что-то у нас плохие отношения какие-то. Поприветствовать дружески. Давайте попробуем поговорить с начальником. Это же начальник? Начальник. Кексик хочешь? Сам его жри. А в танчики играете? Книги читаете? Дмитрий заканчивает работу. Обсудить дело. А, ну, давай дело обсудим. Комплименты какие-то. Какие нахрен комплименты? Он вообще про еду только думает. Мы обсудили дело, нет? О, поговорить с начальником. Вышло. Блин, как же тут сложно выбрать-то это. Давай. Не, я уже с голоду помираю. Вы-то все едите здесь. Знаете ли, Шедвель, я просматривал статистику и раскрытые вами дела можно пересчитать по пальцам в одной руке. Идите-ка и раскрыйте несколько дел. А ничего, что я второй день работаю, нет? Крембо. Наверное, ничего, что я второй день работаю. Давай еще поговорим с начальником. Что-то не засчитывается мне эта фигня. А, все. Есть, засчиталось. Все, хватит с ним разговаривать. Сколько у нас осталось? 19.00, пора домой. Упражняться один час. Получить заявление полиции от обычного персонажа. Все, короче, у нас уже все. Время, 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 время. Давай. Как нам домой отсюда уехать? А как домой уехать? Уйти? Подожди. Отлично. Блин, зависло все нафиг. Ай, кошмар какой. Уйти раньше с работы нажал. Не прочитал, что там было. Блин. Это вообще жесть какая-то. Ждал информацию о появлении. Появилось меню, которое невозможно закрыть. Ух. Не знаю, что там не заплатили. Я ничего не увидел. Как-то, знаете, как это-то... Инстинкт у меня этого... Как это? Паранормальный инстинкт. Я должен предугадать, что у меня в телефоне находится информация о моем этом подозреваемом. О, меня повысили до офицера. Наконец-то. Наконец-то. Пошли есть быстро. Пока есть возможность. Ух, мне заплатили 500 где-то сегодня. Слушайте, за раскрытие дела. Ну, не 500 где-то, а 300. 300 заплатили. Так, давай, бутерброд с ученой по-быстренькому. Потому что там помираешь с голоду. Нормально у нас карьера прет. Нормально. Тяжело, конечно, тяжело. Но дальше уже мы будем знать, что делать. 28 теперь мы в час получаем вместо 20. До работы 13 часов. Среда. Задание для повышения. Отправиться на место преступления. Заступить на дежурство. Угу. Угу. Ну, ладно. Ладно. Довольно интересно. Только мне еще писать надо как-то успевать. А когда это делать, скажите, пожалуйста. Ладно, давайте выйдем на нормальную зарплату, чтобы можно было дом приводить в порядок постепенно. Я же не могу жить вот-вот-вот-вот-вот этом. Ну, конечно, уютно, конечно. Но жизни-то никакой нет. Да? Одинокий детектив. Ух, мы сделали первое дело. Мы его закрыли. Мы закрыли преступника. И, походу, не ошиблись. Раз нам... Раз нам все разрешили. Давай, быстро гигиена. Нет, туалет. Туалет на улице у нас. А мне нравится здесь. Своеобразный детектив. Все, это мы поели. Теперь досуг общения 20.00. Не знаю. Не знаю, когда мы будем досуг общения с вами поднимать. И вообще, как тут личную жизнь-то, собственно, налаживать. Какие-то тут злобные все ходят. Смотрите, какие все злобные. Здравствуйте. Дайте хоть посмотрю, чем соседи занимаются. Так все на работе, да на работе. Все преступников, да преступников ловлю. Боже мой. Ну, ладно. Некогда мне сегодня. Давай, бегом. Люди ходят, а мы тут на унитазе сидим на балконе. Ну, что? Ну, так получается. Куда мы идем дальше? Идем мыть руки. Вообще-то, надо как-то раковину совместить. Поставить тут стену немножко. Тут, наверное, как-то выдвинуться, что ли. Ну, да, не помешало бы, наверное, здесь чуть-чуть. Ладно. Ну, это все стройка. Это все деньги. Давайте, давайте все-таки вольемся в рабочую колею. Что у нас? Что у тебя там? Проблемы вообще критические. А, он в телефоне играет, да сейчас? Нет, просмотрю от веб-страницы. Подожди, играть в телефоне, это что же повышение? Этого навыка социального общения. А, ну, давай. А, ну, давай играть. Правильно же будет повышаться навык досуга? Да, повышается. Навык досуга. Что-то у меня туалет еще повышается. Не могу понять, почему. Ладно, приятель. 21.00, ты там играешь? Телизор пошел смотреть. Блин. Что-то он не любит играть. Ух. Как напряженно-то. Как я волновался, что арестовал не того человека. Вы не представляете. Ты можешь сидя смотреть телевизор? Нет? Можно. И то, и то сделать. Вот такая у нас. Реально, как тюремная камера. Все, повышается наш уровень досуга. Повышается. А что на сто лет повышается? Мы же сидим на месте. Бодрость, гигиена. В общем, надо принимать душ. 21.41. Вообще-то я хотел еще вечернюю пробежечку сделать. Ну, да ладно. Вообще, я коплю на компьютер, чтобы писать. Писать дома хотя бы хоть что-то. Мы-то с вами внутри-то писатели. Но долбанная работа не дает реализовать наш творческий потенциал. Но работа не долбанная, но мы разберемся. Но все-таки второй день. И уже я получил от начальника то, что у меня раскрываемость плохая. Вообще как? Хорошо себя чувствует вообще? Работаю второй день, и ему не нравится. Куда ты спать? Куда спать? А гигиена? Отменить спать. Я сказал, отменить спать. Сначала душ. Сначала я сказал душ. Тем более время еще не позднее. Давай. Кто-то я тебя знаю, сейчас спать он ляжет. Потребности. Ну, конечно, потребности досуг у нас страдает, конечно. Что там с гигиеной? Давай ее подними, наверное, на максимум. Хотя мы утром это сделаем. Все, хоре. Посмотри еще телевизор, пожалуйста. Я тебя прошу. Смотри канал. Посмотр канал. Давай посмотрим каналы, какие есть. Может, повеселее что-нибудь. Завязывай с душем. Уже гигиена переполнена. Давай. А то завтра на работе начнется у тебя кризис, что ты не посмотрел любимый вечерний мультик. А ну, усаживайся, давай. Какой-то хоррор. Давай, еще часик с тобой посмотрим, потому что надо хотя бы поднять, ну, я не знаю, ну, 50%, опять же, желтое все будет. Можно, конечно, читать, но у нас нет книг. Бодрость падает, но ничего, мы его восстановим. Так, давай, ускоримся чуть-чуть. Хотя бы на процентов 60 давай дойдем. Это же вообще никуда не годится. Общение у нас хоть отбавляй. Работа у нас связана с общением, поэтому ни с кем нам можно вообще не общаться. Так, все. Все, хоррор. Хоррор, хоррор. Это 12 часов, после 12 часов спать ложиться, это никуда не годится. Закрывай свой телевизор. Я говорю, успокойся, выключай свой телевизор и иди спать. Завтра нам новое дело с тобой открывать. Ух, какой напряженный график. Так, пошел процесс. Смотрим, сколько. Ну, бодрость нормально идет. До 5 утра, я думаю, можно и в 5 можно даже встать. Все, подъем. Подъем. Подъем, я сказал. Ты что там видишь, сны какие-то, да? У нас проблемы с едой. Но сначала пробежка. Давай, ну, я хотел вечером побегать, но у меня сил просто не было. А как тут пробежку организовать? А реально, как пробежку организовать? А фиг его знает, как эту пробежку организовать. Идти сюда или сюда надо? Отправиться? Да нет, отправиться не надо. Ладно, давай сначала поедим. Все-таки 5 утра у нас. Да, сколько у нас? 5.50, нейтральный. Что ты там делаешь? Уже еду несет. Ты это убрал, свою предыдущую? Она же воняет, смотрите. Жареный башмак? Да ладно. А, носками. Это твой ужин просто, не волнуйся. Тут еще кусочек есть, кстати. Качество нормальное. Автор Дмитрий Шедвель. Бутербот с вечиной. Да нормально все. Бывало и хуже. Что-то у нас сейчас питание пойдет вперед. Потому что у нас не хватает энергии. Общение у нас будет. 6.19, до работы еще 2 часа. Наверное, давайте не будем делать пробежку. Хотя я так и не понял. Я же как-то в начале игры пробежался. Сделал пару забегов. Так, потом сюда давай. То еще во время раскрытия преступлений, как припечет, а потом что делать-то. Все, наши нормы выполнены. Дальше 100 лет поднимем. Да, суг уже дома будем поднимать. И все, можно идти на работу будет. И уберите эту еду. Куда подальше. Ну, хотя бы в вонючую тарелку. Так, а тут что? Выбросить мусор. Этот мусорный бак пуст. Да? Я вообще мусор не производил. Не, ну мне нравится. Унитаз на балконе. Это, конечно, такое, знаете, смелое решение. Мне надо спальню перестраивать. В общем, надо его вывести на уровень дохода хотя бы тысячу в день. Это было бы неплохо. Тогда я бы строиться начал наконец-то нормально. Убирай тарелки. Отлично. Стены покрасить, ковры хотя бы купить. Ну, совсем же ничего нет. Что там у нас за задание следующее? Куда это ты пошел? А, телевизор смотреть. Ну, в принципе, правильное решение. Давай, бегом. Сейчас просто тебя на работу отправят. Счастливый. Что у нас там за навыки? Видеоигры даже есть. Логика, писательство, садоводство, фитнес. Красавец. Да, давай присоединимся, а то вообще делать тогда нечего будет. Поехали. Нашу любимую работу. Сейчас я уже буду знать, как создать ориентировку. Как делать так, чтобы мне не выцарапали глаза на улице. Выпишем штраф. Наверное, правда, какие-то мелкие там дела видели. Повседневные, именно в офисе, который находится. Может, мы сегодня на дело не поедем. Хотя, по идее, надо бы. Это интересно. Тем более, дела разные. Где-то надо улики найти, где-то ведь преступника опознать. Ну, а участок, где искать преступника, в принципе, небольшой, а одно здание. Как там его не поймать-то? Три человека, два из них мухша жена. И жена указывает пальцем на преступника. Ну, ладно. Получить дело. А, это были у меня повседневные те, которые я не успел выполнить. Ну, ладно, давайте быстренько, быстренько, без задержек. Куда? Куда ты полетел? Спокойно. А как мне получить дело, если компьютер мой занят? Подожди. Подожди. Как же тут жестоко. Дайте мне, блин, мышку. Как взять-то это дело-то? Ё-моё. Счастливый. Что ты счастливый-то? Получить дело. А ну, давай, выгоняй эту даму. Опять пришел мужик. В женской одежде. А, это та самая ведьма, о которой я говорил. На самом деле, это не ведьма. Это... Ну, может, и ведьма, конечно. А что тут сидел? На ее месте. Она тебя прокляла. Так, это уходит дамочка. И мы садимся. Интересно тут у них происходит. Ну, что ты дело взял, нет? Дело я спрашиваю. Взял время уже 8.48. Давай опять будем продлевать. Чего все улыбаетесь? А что ты делаешь? Кошмар. Получили дело. Заступить на дежурство. Поковорить с начальником. Начать создать схему преступления. Как создать... Отправиться на место преступления. Заступить на дежурство. Посмотреть базу данных полиции. Зачем им разговаривать с начальником? Расскажите, пожалуйста. Опять место занято. Ладно, давайте заступим на дежурство. Все-таки надо выполнять эту работу. Создать, начать... Становить схему преступления для текущего дела. Какого дела, если у меня нет дела? Какое дело? Опять начинаются непонятки. Меня сейчас опять в парк, наверное, отправят, да? Арестовать одного, поговорить с одним. Ничего, я разберусь. Я разберусь. Я дослужусь до кресла начальника. По крайней мере, я знаю, как многое делать. Но теперь я не могу понять, как схему составлять. Так, Мэддо, установите... Опа. Общаться с горожанами. Выписать один штраф. Начать создавать схему преступления. Хорошо. Горожане, а где же вас тут найти? Это все тоже место. Ни одного горожанина в радиусе 100 километров, как обычно. Я думаю, они должны появиться. Главное, по тротуарам ходи. Нет, тут очень легко можно нажать кнопку и вернуться в полицейский участок. Очень легко это сделать. Тут прям надо усилие делать, чтобы не отправиться. Выписать штраф. Интересно, за что и кому. Давайте поднимемся на высоту птичьего полета. Кто-нибудь тут есть? Зачем патрулировать место, где нет людей? О, я вижу его. Стоять. Я вижу потенциального преступника. И виноват он в том, что он вышел погулять сегодня в парке. Здрасте. Дон Лотарио. Давайте с тобой поговорим. Бегом. Стой на месте, сердитый Дон Лотарио. Бегом, бегом, бегом. День признания в любви. Начнется завтра. Показать обычаи, объекты для праздника. Что? А, вообще календарь есть. Ну, мне некому признаваться в любви. Я пока что карьеру строю. Как это закрыть? Прекрасное дело. Спасибо. Можно календарь открыть. Да, День признания в любви. Это завтра у нас. Пятница. Так мы на работе. Какая любовь нафиг? А это что такое? Праздник, День шалости. Работают, учатся. Это воскресенье. Ну, хоть два выходных будет. За то спасибо. Так. Мы с ним поговорили. Меня засчитали? Нет. Засчитали. Так. Выписать штраф. Поболтать еще с обычным персонажем. А ну, давай, Константин Давыдов с тобой побеседуем. Балаба. Выписать штраф. Хорошо. Кому? Вот этому? Слишком быстро бегает? Вполне возможно. Нет, мы его звать не будем. За что здесь выписать штраф? Мусор никто не бросает. Людей практически нет. Вот потенциальный преступник. Я знаю, что я на его, да? И нет. Подожди, что тут можно делать? Болтать здесь? Зачем? Ладно, может они подерутся сейчас? Они тут сердитые, кстати, все. А ну, давайте, ребят, подеритесь. Мне ж нужно преступление. О! Стоять собака. Или на Смирновом. Блин, это не то. А что, обязательно штраф надо выписать? Если никто ничего не нарушает. Или такого быть не может? Да нет тут никого. Да нет тут никого. Ну, все культурно бегают. Что тут? Как тут штраф-то выписать? Восхищаться, спросить о карьере. Кто это такая? Узнать лучше. Давайте. Давайте хоть посмотрим, кто это. Здравствуйте. Куда бежим? Можно с вами? Повседневное обсуждение. Выписать штраф. Вообще делать на работе нечего. Лучше книги бы писал. Там преступники. Они не хотят драться. Или что они делают? О, драка, 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 драка. Нет, мы просто вступили в обсуждение. Давай попробуем успокоить. Спокойно. Бабка какая-то идет. Ну, не знаю. Здесь нет у меня вариантов выписать штраф. Хотя здесь не за что. Можно, конечно, попробовать разозлить. И тогда он меня начнет бить. В принципе, вариант. Ходят от ней те же. Люди туда-сюда. Не знаю. Не знаю. За что выписываешь штраф здесь? Вот за что? Скажите. Завтра день влюбленных. Давайте я хоть с ней поговорю. Другие варианты. Романтик. Вручить романтический подарок. Какой? У меня нифига нет. Розовый кварц. Обойдется. Я с ней еще не знаком. А как с ней просто поговорить-то? Позвать. Позвать. Не знаю. Давайте кого-нибудь раздраконим. А что? Давайте его попробуем раздраконить. Мне же надо как-то штраф выписать. Узнать, как прошел день. Говорить по... Ну, говорить по... Ну, пожалуйста, научно показать по роде другие варианты. Действия. Злые действия. А ну, давайте пакость попробуем сделать. Испугать. Пошалить шокером. А ну, давайте испугаем. Попробуем. Мне же надо как-то штраф выписать. Давайте попробуем. Интересно. Еще и дождь пошел. Ну. Стоять. Блин, это Алекс Мойер. Она как-то... Она опять седой ко мне пришла. Привет, подруга. Ну, и когда мы перестанем общаться... Так, ну, давайте его испугать попробуем. Вы драться будете, нет? Дождь идет. Испугал. Константин Давыдов. Ну все, мне некогда. Смущенный. Что-то не прошло. Не прошло у нас дело. Так, у них есть дождь. Ладно. Зонт есть. С новым пакостем Дмитрий может шарить шокером и выполнять некоторые другие пакости. С каждым уровнем будет разблокировано больше пакостей. Понятно. Понятно. Ладно, я пошел в полицейский участок. Не знаю, что тут делать. Кому тут штраф выписывать? Ну, не Алекс Мойер выписывает, ребят. Ну, это ж моя подруга, как бы. Какое дело оскорбить? Зачем оскорблять? Обсудить, говорить. А тут совсем другие, короче, варианты общения. Но некому тут. Что это такое? А, это фонарик. Я думал, кто-то мусор бросил. Ну, хоть бы что-то произошло-то. Все, ничего здесь не происходит. Не знаю, если так будут все рабочие дни проходить, то ну и в баню. Персонаж слишком далеко, чтобы позвать его. Пошел дождь. Я, короче, я, короче, в полицейский участок поехал. Не знаю, здесь все добропорядочные. Здесь вообще не с кем, не с кем даже поссориться. Давай, я, 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 я поехал. Принимать душ под дождем. Вперед. Закрывай свой телефон. Пошли попробуем схему составить. Фигня какая-то. Если я так буду выходить каждый раз на задание. Нет, но это не факт, что каждый раз нужно выписывать правильно этот штраф. Это же совсем не обязательно. Потому что люди могут не бросать мусор, не драться, не воровать, никого не убивать. Это просто как этот день прошел. Я до 12 подежурил в парке, пошел дождь. В принципе, все спокойно, поговорил с людьми. Все нормально. Кстати, можно повышать уровень пакостей, но мы, конечно, тогда ни с кем не подружимся. Кроме Алекс Мойер, которая единственная моя подруга в этом городе. И то, которая приходит просто ко мне поесть. Она залазит ко мне в холодильник и достает мою еду. Я уверен, что она ко мне сейчас подошла с моей едой. Я не жадный, конечно, но я бедный. Так, давайте что-то делать. Снять чего, упражняться. Что-то за новые задания в кошмар. Создать схему, снять отпечатки пальцев преступника вместе для регистрации. Ты преступник? Давайте возьмем заявление. Кстати, первое заявление давайте возьмем, наконец-то. Мне там говорил начальник что-то про это дело. Здравствуйте. А кто отпечатки пальцев? Где тут отпечатки пальцев брать? Ух, кто тут... Ух, там работают. Три камеры свободных закрыли в одной. Ух, что-то у меня плохо тут. А, я мокрый просто. Дискомфорт плюс два. Ты взял у нее этот... Что-нибудь там? Номер телефона хотя бы взял что-нибудь? Чего мы не движемся? Зои Пэттл. Какие-то дети носились по району, прыгали в бассейны. Что значит они резвились? Это нарушение границ частной собственности. Круто. Это новое задание для меня? Привет. О, она подошла ко мне ближе. Ты что-то хочешь мне сказать? Зои Пэттл. Взять заявление по полиции. Ну, что-то она не берется. Не знаю почему. Вопрос сложный. Ну, ничего, сейчас рабочий день закончится. В принципе, нормально проходит рабочий день. Она с вами. Какие-то дети носились. И что? Теперь что делать? Составлять схему преступления, да? Все, она пошла спать. Это она мне предложила. Не знаю, не знаю. Ладно, схему преступления, наверное, надо создавать здесь. Как обычно же, да? Давайте попробуем. Тут вообще ничего нет. Да, схема преступления опять же создается на доске. Тут бабушка заняла чей-то компьютер. Компьютеру вообще не подойти. Походу, это один компьютер на все отделение. Ничего, давайте создадим схему преступления. Правда, опять уже два часа дня, можно ничего не успеть. Ну, ты создаешь? Мокрый человек. Дмитрий составляет схему для нового дела. Сейчас самое время отправиться на первое место преступления. Посмотреть базу данной полиции. Да, уже рабочий день закончился вообще-то. Базу данной полиции. У меня тут бабушка забрала все, что можно. Так, давай сюда. Можно отправиться, но рабочий день уже закончился фактически. Но зато я теперь знаю, как создавать схему преступления. На дежурство отправляться не обязательно. Лучше, наверное, как бабушку заставить отсюда уйти? Она же меня проклянивает сейчас второй раз за день. Есть? Есть. Ну? Ты просматриваешь то, что я тебе сказал? Да, он просматривает. Загружается шкала. Упражняться один час. Это где? Ну? Есть. Какой-то мужик появился. Смешно представиться. Не стоит. Отправиться на место преступления. Снять отпечатки. Воспользуйтесь местом для регистрации. И снять отпечатки пальцев преступника. Но его надо еще найти. А где его найти? Преступник где? Хрен его знает, где этот преступник. Наверное, когда приведут какого-то преступника. Я, в общем, с этой ведьмы можно снять. Отпечатки пальцев. Так, а вверху у нас что? О! Упражняться один час. Пожалуйста. У нас там, правда, с едой беда. Еще не беда. Дома поем, короче. Не буду есть на работе. Загоню, конечно, желудок. Давай сюда, наверное. Давай мы покачаемся немножко. Разминка. Поехали. Только пошустрее, пожалуйста. Время. 14.34. Нам надо хотя бы час поупражняться. И отпечатки пальцев взять. На место преступления я сегодня не отправлюсь. По причине того, что я просто не успею его сделать. Счастливый. Ну, давай. 14.56 у нас сейчас. До 15.56. Работаем. Я на максимум поставил время. Только там не помри, смотри. Что у тебя за костюмчик такой веселый? Ну-ну. Ну-ну. Сейчас посмотрим. Засчитается нам это дело, нет? Ну. Есть. 56. Блин, упражняться не на этом, наверное, надо было. Вот. Там беговая дорожка, вообще-то. Давай сюда. Нет, засчиталось. Заступить на дежурство. Вы нормальные вообще? Я там уже был. Нет, ну чем больше я сделаю действий за рабочую смену, тем быстрее меня повысят, вообще-то. И больше денег заработаю, согласитесь. Сколько там у нас? 16.30. Ну, давайте еще раз на дежурство отправлюсь. Все, 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 все. Это отменить, 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 отменить. Давай. Да, все засчитывается мне, видите. Чем больше я вот этого натворю, тем быстрее я дойду до должности начальника этого всего. Вообще-то, интереснее, конечно, будет выезжать куда-то на дело. Это интересно, реально. Ну, ничего. Сейчас мы, ну, все-таки начинающий полицейский. Пока приходится возиться. Вообще, я собираю на компьютер. Хороший. Я, правда, взял заявление от тети, что там дети какие-то бегали. Ну, сегодня я уже туда не попаду. Так, выписать штраф. Патрулировать два часа. Я не успею до двух часов. 17.00 закроется. Здравствуйте. Что делаешь, молодой человек Емельянов? Надо продлевать, потому что два часа не отпатрулирую. Давай продлевать. Остаться допоздна, до 17.00. Ну, теперь два часа получится у меня. Ну, пообщались с человеком. Мне бы поесть что-нибудь. Тут вообще никого нет. Ну, в принципе, в Америке так и есть. Города пустые. Улицы обычно, да, пустоватые здесь. А вот и что-то есть. Вау. Может, это судьба. Смотрите. Может, она ждет меня? Может, и нет. Может, штраф ей выпису? Да и не за что выписать штраф. Она просто стоит. Ладно. Хватит прохлаждаться. Иди, наверное, потихоньку в парк. Там хотя бы выкопаешь ямку какую-нибудь. Давай вот это вот соберем. Подожди, ну что, что-то было. А можно выкопать это? Купить? А, купить семена. Нет, покупать мы ничего не будем. Ну, ладно, пройдись хотя бы по улице. Время пусть идет. Два часа, да. Нет, только не здесь. Давай, иди сюда. Можно даже в ускоренном режиме. Прекращает это общение. Это, конечно, здорово, но... Лучше прогуляйся. Стоп. Кто-то на той стороне пакостит. Это... Вот он, преступник. Нет, а дамочка. Вот он. Вот он. Вот он. Выписать штраф? За что ж? Привет. А мы с тобой знакомы, кстати. А, это нервная, помните, спарка. С которой она за столом сидела и постоянно она... Это... Злилась на меня. Ну, не на меня вообще, наверное, на весь мир. А, ну, давай сюда. Смотри, какая злая. Сейчас я она будет драться со мной. Так. Ты ничего не делал, царев? Приветствую. Грубо, нет. Куда? А что ты стоишь? Не могу понять. О! Это же Виктория Жданова. Мы с ней работаем вместе. Давайте ей выпишем штраф. Нет? За то, что она ведьма. О, тут уже братвы много. Смотрите, дети пошли. Это Емель Янов. Мы с ним видели, кстати. Совсем недавно. Привет. Комплимент. Сейчас тебе отвешу. Чего это все злые такие, а? Поднятостроение. Народу столпилось? Ладно, время идет. Служба идет. Мне за это платят. И главное, ни одного преступника. Как мне лично с ней поговорить, не могу понять. Все, она пошла. Нет, она все равно злая. Блин. Она бывает когда-нибудь доброй? Давайте расскажем грустную историю какую-нибудь. Ну что-то. Как тебя успокоить-то, а? Чего такая злая по жизни? Дети, идите отсюда. Мне тут, может, семейная жизнь налаживается. Вернуться в полицейский участок. Слушайте, я сегодня запомнил шкалу. Нормально. Дмитрий заканчивает работой через час. Ему пора. Рабочий день закончен. Ну ладно. Саммер Холиды. Надо запомнить ее имя. Показать пародию. Вот это, по-моему, штраф ему бы выписать, не помешало бы. Ну ладно, мне уже пора, конечно. Сейчас я пародию попробую показать. Может им понравится. Слушайте, я уже семью им завелся вместе с детьми. Смотрите. Ладно, Саммер Холиды. Мы с тобой еще, я думаю, встретимся. Да? Думаю, да. Попробовать успокоить. Давай еще раз попробуешь успокоить, а потом уже будем с тобой тогда. Все равно у нас сердитая какая-то. Ладно, мне надо полицейский участок вернуть. Какая-то зла. Кошмар какой. Что я делал в жизни вот такое происходит? От одиночества? Что-то не получилось. Не получается у нас с ней наладить отношения. Мне вообще-то она уже наработала. Ладно, давай я извинюсь и пока. Саммер, мы с тобой еще, думаю, встретимся. Подожди. Сказать твоя мама-лама. Хе-хе-хе. Ну ладно. Ну и что? Ты просишь меня, да? Конечно, прощу. Все. Все, полицейский участок. Быстро, Быстро сейчас нас уволят. Все, я успел. Ух, какое насыщенное у нас-то действие. Ничего, мы сегодня прокачали шкалу преступника. Ой, преступника, обалдеть. Играю за полицейского и думаю про шкалу преступника. И я уже присмотрелся Summer Holiday. Надо узнать, что она такая злая. И может быть, у нас что-то получится. Тем более, двое детей какие-то сразу появляется. Правда, куда мне еще? Мне надо сейчас денег заработать хотя бы на компьютер, чтобы написать свою первую книгу. Или хотя бы талант свой какой-то открыть. Пока что, как могу, строю карьеру. Ну что, засчитает мне то, что я вернулся еще? Хотя, какая уже разница, в принципе, я-то уже вернулся. Нет, и сегодня я отлично поработал. И этот день тоже, хотя на дело я не выехал. Ну что, я выехал, привет. Упражняться час. В принципе, задания все одинаковые, смотрите. Только интересно, брать дела и Зои Пэттл. Подождите, мы с ней знакомы. А, это опять у нас сюда пришла. Смена кончена. Дмитрий заработал. Отлично поработал. Сегодня, похоже, в будущем он сулит значок побольше и должность повыше. Заработано денег 328. Неплохо. Неплохо. Мы уже тысячу заработали. До компьютера осталось полторы тысячи всего. Ну, или нет, 500 осталось. Полторы тысячи наше есть. Но я не помню, здесь еще была фишка, я помню, с оплатой коммунальных услуг. Вот это важно, иначе мы потеряем дом. Сейчас надо вспомнить, как это делать. Я знаю, что в ранних симсах это было. И люди жаловались. Люди ходят и жалуются. У меня отобрали дом. Я им сочувствую, я говорю, чем помочь? Они говорят, да ничем. Это в симсах. Поттерс Плей. Я работаю, как вы видите, всегда до 7. Всегда. Идти сюда. А как на пробежку отправиться, не знаете? Я счастливый, кстати. Не знаю. Как-то на пробежку еще можно исправиться. В общем, мне это не... Не это мне сейчас нужно. Блин, как мне меню появиться? Остановите это дело. Покажите мне мою карьеру. Смотрите, мы уже до второго повышения практически дорастаем. Завтра мы его не получим. Заступить на дежурство. Отправиться на место преступления. Вот завтра мы отправимся на место преступления. И повысим вторую характеристику для повышения. То есть мы сейчас офицер. А совсем скоро будем кем-то иным. Так, почтовый ящик. Никто не пишет. Summer Holiday. Как мне тебя найти-то? Взять почту. За последнее время вашему персонажу ничего не присылали. Обидно. Обидно. Ладно, ты там есть, я вижу, хочешь, да? Ну, у нас вот остатки есть какие-то, в принципе, еще свеженькие. Не воняет? Значит, есть можно. Давай вот это съедим. Давай только по-шустренькому. Так, еда, сон, гигиена. Короче, не жалею себя вообще, смотрите. Просто на износ работаю. Туалет, гигиена, досуг. Ну, бодрость-то понятна. Одно общение у нас благодаря работе, ведь... Куда ты спать пошел? Я тебе сейчас пойду спать. А гигиена? Ты себя нормально вообще чувствуешь? Давай на унитаз на балконе и... Давай сначала в душ. И телевизор обязательно смотреть. Иначе ты депрессировать же будешь. Давай, наверное, настраивающий на размышления. Душ принимай. Алекс Мойер хочет зайти в гости, чтобы пообщаться. Вы разрешаете? Нет, Алекс Мойер. Отмена, Алекс Мойер. Не до тебя сейчас, извини. Тебя потом не выгонишь. А как мне Холидэй позвонить, а? Мне это запало дома. Посмотреть в Инстаграме, дополнить историю, посмотреть новостную ленту, отправить сообщение. Катарина Линс, Емельянов, Давыдов. О, Холидэй, смотрите, вот она. Она у нас в контактах. Мы ее добавили. Зои Пэт, или это та, которая была сегодня, у которой я брал дело. Так, что там у нас? Красная бодрость падает вообще в ноль. Сейчас гигиену поднимем максимально. Зои напишем. Ой, не Зои, блин, Холидэй. Саммер Холидэй. Напишем пару слов. А что за дискомфорт? Не понял. Че тебе не нравится? Че тебе не нравится? По малой нужде и усталости от тебя поднимаю. Сейчас бегом сюда, давай. До времени еще детское. Нам еще телевизор смотреть. Отправили смс. А теперь на унитаз. Вдохновленный. Вот. Вот состояние, благодаря которому мне нужно писать. Смотрите. Только надо купить компьютер. Все, ты сходил куда надо? Подожди, подожди. Еда. А что ты опять есть хочешь, что ли? Блин, досуг красный, прикиньте. Офигеть. Как это все успеть? Давай. Ты ездишь, идешь, да? Руки мыть. Когда-нибудь у меня будет. Сырный крекер. Ну, давай их, что ли, съешь. Когда-нибудь у меня будет раковина вверху. Я просто сейчас не могу тратить деньги, я собираю на компьютер. Иначе я писателем никогда в жизни не стану. И столик какой-нибудь, хотя бы маленький. Классно ем еду, да? Которой два дня. И которая не была в холодильнике. Стоять. Ты съел один крекер. Завтра будешь жаловаться, что ты голодный. Съешь еще что-нибудь. Я тебя прошу. Подать ужин, поужинать. Давай ты поужинаешь, приятель. Жареный сыр, макароны с сыром. Поешь ты нормально, в конце концов. Ты же себя не жалеешь совсем. Товарищ офицер. И эту забери тарелку. 22.15. Правда, нам другое надо делать. Ладно, отставить ужин. Ужин отставить. Нам лучше телевизор посмотреть. Она сейчас совсем депрессия накроет. Давай сюда бегом. Смотри, все на свете. Быстро. Тут уже бодрости, конечно, нет. Нам бы пораньше лечь спать. Но досуг тоже важен. Давай хотя бы полчасика. Что такое? Почему ты не можешь смотреть? Что, электричество отключили? Давай. Смотреть телевизор? Поехали. Спать хочешь? Я знаю, я понимаю. Но сначала досуг. Давай. Ты должен посмотреть пару серий соус парка. Давай. Тем более там ужасы пока. Давайте вместе посмотрим. Блин. После таких фильмов. Что-то другое отпадет. Растет у нас там уровень досуга, нет? Бодрость уже красная. Ё-моё. Ну как, растет потихоньку, конечно. Но лучше, наверное, спать лечь. Лучше я раньше встану. Давай, наверное. Все, фильм закончился. Можно идти спать. Давай. Все, пошел. Пошел, пошел, пошел. Не влезай в следующий фильм. Бодрость, наверное, важнее будет. Иначе будем падать. Красный же фильм. Смотрите. Товарищ офицер. Ну что, поехали. Смотрим на бодрость. Как только она заполнится, сразу же останавливай. Да бодрость нормальная, кстати, идет. Это без проблем. Мне, наверное, надо поставить телевизор на кухне. Тогда я могу есть и повышать питание. Вот это было бы круто. Согласитесь. Это бы было здорово. Так, что-то у нас в бодрости. Давай еще быстрее. До пяти утра сейчас поднимем мы. Стоп. День в любви. День в любви. И что мне делать сегодня? Подождите, что это такое? Романтическое настроение. Романтическое настроение. Проведите большое время со своими любыми. Вы нормальные люди? Я на работе. Чтобы принять участие, выполните романтические действия. Целуйтесь, обнимайтесь, флиртуйте. Или если вы настроение, занимайтесь в уху. Дмитрий должен приступить к работе через час. Короче, мы все пропустили. Подарить цветы. Но это мы пропустим. В этом году. У нас тут критическая ситуация по еде, как мы видим. И по досугу. Ну досуг ладно, можно и на работе что-нибудь посмотреть будет. Срочно. Завтрак. Убирай от эту фигню. Убрать и помыть. Давай. Просыпайся. Просыпайся. Быстрее час остался. Дискомфорт. Есть. Упадок сил. Давай вниз быстрее. Бери ты эту тарелку, иначе ты не сможешь здесь есть. Стоять. Позавтракать. Яичница с беконом. Если успеешь, конечно, за полчаса это все сделать. С чем я сомневаюсь очень сильно. За 3 доллара. Ну съешь хоть что-нибудь. Ладно, на работе поедим. Ты есть будешь, нет? Нет, он не ест. Он сидит, смотрит. Ты нормальный вообще, чувак? Все, поехали. Поехали на работу. Короче, у нас стресс. У нас все на свете. Не знаю, как мы сегодня на дело выйдем. Полицейский у нас не может восстановиться. Наконец-то два выходных будет. Вообще-то нам мало, короче, выходных. Надо как-то работать ему через день хотя бы. Я так, конечно, понимаю. Мы карьеристы. Сейчас делаем максимально, чтобы получать больше. Но когда, я не знаю, будет писательство, когда писать? Если я не успеваю нужды обычные сделать. Вообще-то им надо работать до семи, конечно. Начнем с того, что, да? Давайте до семи не будем работать, и тогда все будет. В принципе, плюс два часа можно, да, и посвятить один час писательству. Но для этого сначала надо купить компьютер и небольшой столик, чтобы было удобно. Дмитрий отправляется на работу. Стоять. У нас беда. У нас нет еды. Давай что-то попробуем поесть. По идее, здесь должна быть еда. Где-то вверху, по-моему, тут раздавали. Ну да, тут нет кухни, да? Это крыш. Сначала сюда. Иначе ты упадешь где-нибудь. Купить закуску. Бутерброд. Блэте. Блювотина. Как это перевести? Ну давай готовое блюдо. За 16. Ну это, конечно, большой расход, сильно. Потом уже все остальное будем делать. Делать снимок на месте, в месте для регистрации. Посмотреть базу данных полиции. Отправиться на место преступления. У нас, кстати, есть дело. Сейчас опоем немного. Ты будешь есть, нет? Что-то стоишь час возле этого. Полчаса уже прошло. А есть мы будем, нет? Микроволновка. Сейчас, конечно, нам будет плохо после этого, но... Ну ничего. Общение... Ой, не общение, а досуг у нас страдает очень сильно. Сегодня надо в 5 закончить, короче. А куда ты пошел с едой? Реально, куда ты пошел с едой? Да че ж так быстро-то идешь? Ты к начальнику пошел с едой? Ты псих, что ли? Ты псих, что ли? Зашел к начальнику и сидит перед ним ест. Ну что я могу сказать? Красавчик. Ты ешь, да? Реально? А че ты его не ешь? А, он ест. Нормально. Нормально. Теперь у нас потребности в другом. В досуге. Ну все, по-моему, еда у нас пошла вперед. Нет, она не вперед, у нас назад что-то идет. Ты че, голодаешь, что ли? 10 часов утра, но надо на место преступления выехать с тобой. Ну что, не умрешь-то, я надеюсь, сегодня, нет? Еще давай. Ложечку давай. За маму, за папу. Давай еще ложечку. Блин, вообще у меня депрессия, смотрите. Во. Все. Встаем. Встаем, встаем, встаем. Встаем. Сейчас я тут-то выгоню бездельника с моего компьютера. Он пошел вон сюда. Это мой компьютер. Заступить нет, на место преступления. Поехали. Ну давайте посмотрим базу данных полиции. Это нам повысить немножко рейтинг на сегодня, а то вдруг там мы вообще нифига не сделаем. Так, хватит жрать, я тебе сказал. Хватит жрать, давай бегом на место преступления. А что тут за беда у нас с вами? Натруженность. Да понятно так работать. Ну и микроволновка дает негатив, видите? Дискомфорт вызывает. Ну ничего. Злой полицейский тоже полицейский. Работаем. Дискомфорт сейчас исчезнет. Базу данных нам засчитают сегодня, нет? Сейчас засчитают, и мы сразу на дело едем. Десять часов, правда, уже. Наконец-то мужик сегодня оделся нормально. Ну, относительно нормально. Все, засчитали мне, нет? Должны засчитать. Че так долго-то? Да. Ничего себе. Не пойму, не засчитаю. О, засчитали, все. Все. Получить заявление в полиции от обычного персонажа. Стоять. Место преступления. Быстро отправляемся. Нам это надо для задания. Отправиться на место преступления. Наконец-то. Наконец-то. В одиннадцать часов. Не знаю. Мне надо сегодня в пять уйти, иначе... Хотя завтра два выходных. Завтра, наконец-то, два выходных. Мы, наконец-то, проведем их нормально. Будем следить, чем занимается Summer Holiday. Может, пригласить семью в гости. Хотя день романтики сегодня. Но как его можно делать? Это день романтики в рабочий день. Я могу понять. Надо, чтобы выходной он был. Ну, и ничего. Если сейчас мы с вами хорошо поработаем, то мы практически вплотную приблизимся к компьютеру. А когда у нас будет компьютер, я буду работать уже до пяти вечера и потихоньку писать. Потихоньку писать. Место преступления. На месте преступления вы можете искать улики, которые могут вам найти подозреваемых. Следуйте испорченные или украденные предметы и ищите улики на земле, чтобы получить еще больше подсказок. Так, а также поговорите со свидетелем, чтобы оставить... Ну, это мы уже с вами делали. Так. Сфотографировать место преступления. Получить заявление от свидетеля. Собрать улики на месте преступления. Слава богу, дом небольшой. Ну, относительно, конечно, небольшой. Да нет, большой дом, конечно. Это не мои соседи, как обычно, нет? Так, давайте сначала тогда. Раз я тут. А что я тут? А это что? Улики-нибудь какие-то? Взять образец. Сделать фотографию улики. Давай. У нас, правда, дискомфорт. Посмотрите, как я выгляжу. Давай, действуй. Тут кого-то раздели. Есть. Еще сфотографировать место преступления. А это же нельзя еще раз? Взять образец улики. Давай. Берем вот это. Смотрим. Образец улики. Добавлен. Собирать улики на месте преступления. Получить заявление от свидетелей. Еще сфотографировать место преступления. Так, я тут что-то вижу. Тут кого-то убили. Давай сюда. И вон еще тряпки раздели. Тут три трупа, короче. Трех мужиков раздели, короче, возле этого дома. Это надо расследовать. Годится. Еще сфотографировать. А, это просто мы шкалу с вами. Повышаем, 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 повышаем. Еще одну фотографируем. Тут хоть улики видно. Там их не было видно. Снимок с места преступления. А, еще давай. Так, получить заявление от свидетелей. Кто здесь свидетель? А, их уже нет. Они уже все в доме. Хорошо. Это нам надо, нет? Про задание уже нет. Ну ладно, давай еще попробуем одно сделать. Копашу стоит, давай. Дадут нам бонусы за это, нет? Нет, это уже для себя, чисто как хочешь. Хочешь, делай. Хочешь, не делай. Ну, все. Нам надо поговорить со свидетелем. Свидетель, свидетель. Вот этот мужик подходит. Это не Самар Холиды, нет? Диана Гангадзе. Дина Гангадзе. Вот, свидетель. Давайте вот это попробуем. Дон Лотарио. Вручить подарок в день признания любви. Давай, взять заявление, не придумывай. Поехали. Поехали, я сказал. Так. Тут много мужиков разделить. Смотрите, сколько здесь всего. Так. Копы вообще разговаривают про приставки. И игры. Получить еще одно заявление. Ну, еще одно заявление можно получить от... Ну, в принципе, можем от... И Дины получить тоже. Давай, работаем. Кто-то разбил телевизор, да, у них получается? Он меня что-то не любит, этот парень. Все плачут. Телевизор разбит. Здесь ограбление было, походу. Взял я еще одну. Давай, тут еще одна есть, пока она не убежала. Заявление было добавлено в багаж. Ну, еще одно заявление сейчас я возьму. Взять заявление, давай. Там телевизор разбитый, его еще можно обследовать. Все. Все, теперь можно найти полицейский участок. Можно еще, кстати, посмотреть отпечатки пальцев. Давайте попробуем, ну, не знаю, надо нам это, не надо. София не рассказала ничего особо полезного. Ну и ладно. Сейчас отпечатки возьму. В багаж был добавлен отпечаток пальцев. Но это нам не нужно было, но я взял все равно. Сейчас фотографию еще сделаю. И возьму образец улики. Тут он гнома раздавили, видите? С цветочком. Я не знаю, я набрал столько фигней. Все, мне можно уходить, да, отсюда? Ну, походу, да. Наверху ничего нет? Наверху, по-моему, ничего нет. Я пошел книгу читать. А, у меня ж кризис, у меня ж кризис. Книга может помочь мне, кстати. Немножко поднять уровень моего кризиса. Да, смотрите, досуг у меня проблема. У меня, правда, не лучшее время сейчас книгу читать. Но что делать? Все равно хаос здесь творится. Про космонавтов читаю книгу. Интересно, повышается? Повышается. Повышается потихоньку. Блин, он больше не читает. Ладно, все, хоре. Давай. Давай, полицейский участок. Нам еще надо, наверное, в анализатор сдать. Напряженный. Блин, а что же делать? Мне надо вернуться в полицейский участок, и я не могу этого сделать. Начинается исчезновение. Все, полицейский участок, давай. Блин, я не вижу, что там. Блин, кошмар. Полицейский участок, я сказал. Это место преступления будет очищено, как только вы уйдете, и вы больше не сможете сюда вернуться. Но я все, что мог, нашел. Ну, еще могу, конечно, сфотографировать пару улик, но нужны они, нет? Они же все одинаковые. Или чем больше у меня будет, тем лучше, не могу понять. Ну, ладно. Давайте так и сделаем. Я, наверное, все перефотографирую, все что можно. Все, я нашел все, что мы. Поехали быстро. Полицейский участок, место будет очищено, я согласен. Я согласен. Там еще у меня работы будет дофига. Может, опять придется продлевать до 17. Ой, до 19.00, но что делать? Там вот эта, машина вот эта, которая по сбору образцов. Я так и не закончил в прошлый раз это дело. Кстати, надо же книжный шкаф дома поставить. Ну, вообще, много чего надо сделать. Ну, деньги нужны. Надо выйти на нормальный заработок. Так вот, второе повышение, я думаю, даст мне уже 500 где-то в месяц. Вернее, даже не в месяц, а в день. 500 в день это неплохо. У меня есть планы постройки еще, кстати. Вот это уже бы с радостью бы. Так, внимание, останавливаемся. Обсудить теории раскрытия преступлений с коллеги, проанализировать улику, искать в базе данных полиции. Давайте, наверное, улики мы с вами проанализируем, в конце-то концов. Улики, улики в анализатор, да? Анализировать улику. Давай. Отпечатки пальцев и образец улики. А, 8 штук у меня их. Давай отпечатки пальцев. Засунем. Побыстрее только. Еще быстрее. Давай, я хочу смотреть, как ты это будешь делать. Пошел процесс. Блин, у меня тут проблема с туалетом. Сейчас может быть проблема. Ладно, давайте сейчас закончим это дело. Сумасшедший, блин. Ну что, есть? Проанализировал? Давай, чуть-чуть быстрее. Анализ дал полезную улику о преступлении. Добавить улики на схему преступления. Сейчас, минуту. У нас тут с туалетом проблемы. Можем сейчас обделаться прямо возле анализатора. Боюсь, что полицейскому нельзя это делать. Давай быстренько сюда сбегаем. Мы потом уже добавим улику, куда надо. Давай, бегом, бегом, бегом. Я не понял, ты в туалет ходишь через улицу? Нет, это не он был. Но быстрее. У нас теперь проблемы с досугом. Единственное, что с проблемами... Вот с досугом надо будет поднимать. Но впереди выходные, поэтому это не беда. Так, добавить улики на схему. Отправиться на место, заступить, добавить улику. Давайте. Давай, давай, давай. Бегом, бегом. Это не ты. Ты у нас с туалета выходишь. У тебя проблемы с досугом. Спокойно. Добавляй давай улику. Полтора часа. А, до 17 работаем. Блин. Проанализировать улику. Давайте продлим до 19. Да что ж такое? Остаться до поздна. Давайте еще одно проанализируем. У нас их там 8. Анализировать улику. Давай. Образец у нас есть? Побежал, побежал, побежал. Быстро, быстро, быстро. Время, время, время. Ха-ха-ха. 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 Побежал, а потом. Ха-ха. Ха-ха-ха. Она реально бросилась. Ну, ты проанализировал её? У нас осталось два часа всего. А, время, время, время. Сейчас, 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 сейчас будет. Полтора часа осталось. Отлично. Проанализировать улику. Анализ дал положительную улику. Офигеть, их что здесь, восемь штук? Обалдеть, сколько их тут, их же ж восемь. Я не успею ещё одну проанализировать. Посмотрите, сколько времени надо, чтобы проанализировать. Все восемь штук. Да. Восемь я точно не успею. Так, у нас кризис там. Ну? Ты проанализируешь эту услугу? Услугу, блин, улику, нет? Тихо, давай быстрее. Дмитрий заканчивает работать через час. Какой час? Через полчаса. Есть, проанализировали. Нет, это мы не будем проанализировать. Пошли добавим что-то на доску. Потому что полчаса осталось. До 19.00. Отправиться на место заступить. Добавить улики. Всё, всё сюда. Я не знаю, что это нам даёт. Анализ улики не показал ничего интересного. Короче, все улики надо проанализировать. И тогда у нас будет с вами какая-то польза. Мы найдём преступника. Но пока что у нас рабочего дня просто не хватает на всё это. Больше улик надо было. Не, у меня много улик, но я не успею их все обработать. Их же там в 7 штук ещё. Представьте. Вот я ещё одну схему черчу. Нет, ну, смотрите. Шкала у меня заполнена. Мы в деле. Подозреваемый носит джинсы. Ну, я думаю, мы с вами в следующей серии, да, наверное. Я надеюсь, улики сохранятся до завтрашнего дня всё-таки. Надеюсь, что да. Мы джинсы. Вы выяснили, что этот чувак носит джинсы. Всё, меня сейчас отправят домой, я чувствую, да? Да. Смена окончена. 552. Нифига себе, сколько мне дали денег. Дмитрий сегодня отлично поработал. Похоже, в будущем он солит значков побольше и должность повыше. Дмитрий получает повышение до должности младший сержант. Ну что, два повышения за одну серию. Его зарплата увеличена на 10 симолеонов в час до 38 в час. 38 в час. Нифига себе, сколько я буду получать. Также он получил премию. Держатель для полотенец. Современный город. Металлическая полка блёстки. Полка-одиночка. Унитаз, холодная сталь. Подвесная скамья, вонючка. Дома повешаю обязательно. Зеркало, тяжёлые времена. Кровать, одиночество. Решётка, полная сохранность. 224 симолеона. Нефритовое хранилище. Дырявая дверь. Однопорционный дозатор. Справедливость. Стена с решёткой. Недопустимая стена с решёткой. Его следующая смена в субботу. А что, я в субботу работаю? Вы охренели, что ли? А чё в 9.00? Я не понял. А чё в субботу в 9.00? Я и в субботу работаю. Вот это да. Блин, только ориентировка появилась. Не хватает рабочего дня, чтобы закончить преступление. Это неинтересно. А на следующей смене меня уже перебросят. Перебросят уже в другое дело какое-нибудь. Нет, ну анализатор вот этот улик, он очень медленно работает. Я в полчаса могу одну улику обработать. То есть мне надо часов 5 на обработку улик всех. А потом ещё выехать на дело, чтобы найти преступника. Да. Такие вот дела. Дмитрий обладает достаточно количеством улик, чтобы выпустить ориентировку на схему преступления. Чем больше вы соберёте лики, прежде чем выпускаете ориентировку, тем больше у вас будет. Понятно. Мне можно было вообще сейчас, ну если бы я был, конечно, ну вы поняли, на работе. Я бы сейчас мог ориентировку просто взять и выпустить. Ох, замечательно. Давай это мы с тобой выкопаем. И найти мужика в джинсах. Мужика в джинсах. У меня в телефоне теперь есть информация, что там у меня должно быть. А, мужика в джинсах. А если это женщина? Ладно, сейчас я выкопаю эту фигню. Так а что она висит, эта ориентировка? Как мне и что мне делать с ней? Я, конечно, рад, что она висит. Чё мы там нашли? Ничего не видно. Теперь у меня закрыт экран вот этой фигнёй. Странно. Очень странно. Дополнительно стимограмма. Но подожди. Открыть дневник. Подозреваемый подросток носит джинсы. Ну, уже можно. Уже можно приступника ловить. Так, ориентировка, смотрите, у меня висит в правом верхнем углу. Я, как, как, что мне делать с ней? Мне срочно надо смотреть телевизор, кстати, и в больших количествах. Учитывая, что то, что еда и туалет у меня были на работе, то сейчас в ней я просто нуждаюсь в телевизоре. Сядь, отдохни. До упора смотри свой футбол. Если это футбол, конечно. Потому что у нас кризис просто. Можем ускориться. Повышение до младшего сержанта. Алекс Мойер, отвали от меня, пожалуйста. Не готов я сегодня, не готов. Мне надо срочно поднять досуг. А потом уже общаться с другими людьми. Ну, тут часа два можно повышать. Я думаю, да, досуг? Легко. А почему оповещение висит в правом верхнем углу, не могу понять. Что мне с ним делать? Ну, хоть зеленая уже стала шкала. Куда ты? Ты нормальный вообще? В девять часов спать лечь? Вставай, смотри телевизор, я тебе сказал. Смотри. Нет, не телевизор, смотри. Отмена, отмена. Тебе поесть надо. Отмена, я сказал. Отмена. Еды нет, нифига. Тут утренняя еда осталась. Как раз ее ты сейчас и съешь. Повышение до младшего сержанта. Это я уже читал. Зачем мне это еще раз показывать? Не могу понять. Среда. А, я могу теперь выходное взять, да? Ну, да. Среда, четверг, понедельник. Подожди. Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье. У меня выходные, получается, понедельник, вторник. А суббота, воскресенье работаю. Нестандартный график, конечно. Ладно. Как это закрыть? Товарищ, как это закрыть? Что это такое? Как с этим бороться? Я не понимаю. На весь экран, короче. Странно. Я не на работе, но у меня все равно висит повышение до младшего сержанта. Я очень рад, конечно, что она висит. Но это, походу, баг какой-то. Ну, как обычно. Так, возобновить давай яичницу с беконом. Он идет есть. Порцию чипсов, я думаю, ты съешь потом. Я сказал, давай, иди готов есть. Он не хочет готовить есть, не понял. Странно. А, он пройти не может или что такое? Нет, он ничего не хочет делать. Ну, ладно. Бери, что хочешь. Главное, чтобы ты еду повысил. Пять минут поспал. Нам надо телевизор поднять срочно. Бодрость-то мы поднимем. Туалет тоже быстро поднимается. Общение на работе мы повысим. Гигиена, конечно, бы не мешала бы тоже. Досуг страшнее всего. Вот досуг, да. Гигиена это и утро мы с вами сделаем. Это не проблема. Ну, вот досуг. Ну, что, я уже могу купить компьютер, если я завтра еще поработаю. Кстати, выходных у меня, походу, не будет, да? Фантастика просто. Ладно. Давай быстро к телевизору. Хара есть уже, давай. Ну, быстрее же. Счастливый ты наш. День романтики профукай. Но нам, в принципе, некогда было. Хочешь стоя, хочешь сидя, как хочешь. Можешь присесть. Ну, давай поднимай уровень. Да, досуг пошел, нормально. Бодрость, я думаю, мы тоже успеем с вами качнуть. Но лучше досуг, конечно, прокачать по максимуму. Ну, не по максимуму, а хотя бы... ...до приемлемого уровня. А то он у меня постоянно падает. Ну, нормально, досуг прокачали, будь здоров. Все. Давай быстро спать. Давай быстро спать. Сказал, быстро спать. Годится. И остановочка, пожалуйста. Я хочу посмотреть день любви. Праздник признания любви. Не продал ожидания. Дмитрий не смог соблюсти все традиции, которые так ему нравятся. Может, в следующем году все получится. Надеюсь, что получится. Но какой праздник любви, когда у меня карьера? Я дважды повысили за эту серию. И я сдаваться не намерен. Наконец-то у меня деньги будут. Причем нормальные. В день получается. Где-то 400-500 у меня будет получаться. Я хотел посмотреть на компьютеры. Я все-таки хочу стать писателем. Столовая, кабинет. Кабинет где-то здесь был. Кабинет. Компьютер. Смотрим. Ну, есть планшет. Кволик за 500. Но тут нельзя что написать? Нельзя писать. Видеоигры, писательства. Вот. Вот минимум. Компьютер, терпение и ожидание. Что-то он большой какой-то. Так. Тысячу есть планшет. Писательства нет. Просто видеоигры. Вот писательства. За 1440. Ровно сколько у меня. Досуг 6. Кстати, досуг сразу дает 6. Видеоигры. Тут досуг 5. Короче, мы возьмем вот этот. Еще и столик какой-то приобретем. Но тут еще поменьше есть за 1000. Карьера писателя. Получите доступ. Пока что закрыто. Видите? Закрыто. Потом дадут. Все. Я определился с компьютером. Терпение и ожидание. Кому нужен модный тонкий компьютер? Как будто вы будете его везде за собой таскать. Вам просто надо где-нибудь его поставить. И ждать пока не загрузятся все файлы. Особенно те с прошлой недели. Которые вот уже на днях должны быть готовы. Комедия, писательство, видеоигры, программирование. Думаю, досуг у нас будет расти намного быстрее. Благодаря этой махине. Надежность 3. Кстати, он что, сломаться может еще? Тут тоже надежность. Досуг, правда, 6. Да нафиг он нам нужен. Вот этот возьмем. Нет, вот этот возьмем. Писательство, чтобы сделать. Да, в принципе, можем сразу и сделать. А ну мне столик покажите сейчас, минутам. Письменные столы. Да это дороговато, я вам скажу. Панель знаний от Компаса Детское Счастье. Для меня что-нибудь есть? Это дорогие столы чересчур. 405 за 1200. Во, сойдет. Вот это поставить где-то в углу, да? А, детектив нужен. Девятый уровень карьеры детектива. Не видать нам этих столиков. Стол начальника, доступ. Десятый уровень карьеры детектива. Вообще столов нет фактически. Два стола только на продажу. И то все связано у нас с другими делами. 740. Это очень дорого стоит. Письменный стол распознаватель. Я бы в жизни такой не купил. Истребитель, слышите? Кто мечтает о ящиках? Блин. Письменный стол мега. А сюда можно поставить что-то, нет? Я не знаю. Но он дороговато стоит. Детское счастье. Давайте детские столы покупать. А что нам делать? За тысячу я не буду стол покупать. Секретный... Секрет... Секретор... Знаемый. Не встречали раньше такие слова? Знаемый это устаревшее слово для прилагательного известный. И секретор это небольшой письменный стол с ящичком. Хотя... Это небольшой письменный стол. Хотя в этом столе нет ящичков. Не слыхали таких слов? Ну ладно, я такой хочу. Давайте. Давайте все и купим сейчас. Пока он спит. Так. Унитаз у нас уже на балконе. Поэтому места у нас побольше. Эээ... Эээ... Спальня, да? Все в спальне у нас будет. Ну давайте обживать комнату. А то совсем у нас печально здесь. Ну вот так вот хотя бы. А стул? Да нет, здесь столько мест свободных. А ты ставишь... Ну давай поставим пока что здесь. Где-нибудь в углу. Так. Ну где-то вот так поставим. Раз. Будешь писать тут. Есть. 1300 пошло. Комп... Компьютер давайте теперь смотреть. Компьютер. Компьютер. Вот он большой за 800. Есть писательство. Есть досуг. Есть видеоигры. На нем мечта просто. Ну, конечно, выглядит он... Как у бабушки. Нашего главного героя. Но ничего. Ничего. Что выбирать не приходится. Во. Шикарно. И стульев у нас много. В кухне. Мы их раньше... Раньше мы их наделали. Как раз для этого случая и подойдут. Давай. Зачем нам стулья покупать? Если у нас есть. Годится. Ну что, рабочее место писателя готово. Пожалуйста. Сиди и твори. Только единственное, что... Окно бы тебе не помешало, приятель. Потому что писать в стену это... Мурагу не пожелаешь. Правильно, правильно. Правильно. А ну, давай теперь посмотрим, что тут у нас получилось. Ну, другое дело. Другое дело. Не Айс, конечно. Компьютер, конечно, бабушкин. Но ты будешь писателем. Я тебе обещаю. Обещаю, что Стивен Кинг тебе будет завидовать. Ну, отлично. Все, рабочее место организовали. На зарплату, которую нам удалось с вами выбить за эту серию. Два повышения, и мы с вами уже крутые ребята. Все, переходим в режим жизни, друзья. Все у нас с вами получается потихоньку. Все-таки мне хотелось бы закончить какое-нибудь дело. Причем 2.49, а что ты проснулся так рано? В туалет, наверное, на балконе захотелось ходить, да? Ну, давай. Что-то не понял, что ты так рано встал. Уже на работу, да? Ты уже бодр? Ну, он счастлив. Повышения по работе важны для карьеристов. Когда следующее повышение? Через 5 минут. Он постоянно думает о том, что у него все получается. А ого, смотрите, какая красота у людей. Люди праздники празднуют. День влюбленных отмечали только что. Это, наверное, февраль, да? У нас сейчас месяц идет Визнаш. Украшают. А мы на балконе по-большому ходим. Ну, прелесть просто. Просто прелесть. Грустно. Чего ты грустный стал? Ужасный праздник. Неудачный проведенный праздник. Вчерашний праздник. Да какой праздник? Мы только холидой себе на заметку взяли. И то я не знаю, где ее вылавливать-то. Где она живет? Как мне ее найти теперь? Она злая тем более. Но мы ее сделаем доброй, так и быть. Так, это мы с вами сделали. Что, опять спать хочешь, что ли? Ну, ты даешь, может? Пойди поешь что-нибудь. А ты так и не доготовил, да, свой завтрак? Ладно, давай поешь сначала. Закуси. Ночью, конечно, есть вредно, но все же. И не грусти про свой праздник. Пусть ты еще праздники посмотришь. И не один. Так, быстро намои руки. Быстро ешь. Еще может поспать успеем пару часиков. Стоять. Да, еда у нас повысилась. Хотя бы еще, еще бы, наверное, надо. Не знаю. Вот это тоже убери, наверное, нафиг его. Убери это отсюда со стола. Выброси в эту мусорку. Еще что-то надо съесть. Йогурт. Давай йогурт. Что-то ты не наедайся у нас, приятель. Блин, у него красный сон вообще. С часа два хотя бы поспать надо. Сейчас еще йогурт засунем. Одинокий. Младший сержант. Пять часов назад. Он что-то еле ест. А он засыпает, наверное. Ты ешь. Нет, грустный ты, блин. Да будут ли у тебя еще праздники? Забудь про них. Давай еще ложечку. Ну давай. Твою ж дивизию. Не может есть грустный, представьте. Отлично. Все, быстро спать. Давай хотя бы чуть-чуть. Выплакаться. Представьте, в кровати можно выплакаться из-за того, что мы грустные. Если бы у меня была энергия, я бы попробовал бы, как это, выплакаться. Давай, быстрей. Ты идешь, нет? Хватит жрать. А он помыл посуду за собой. Смотрите, он чистюлей стал. Поспи хоть пару часов. Как ты работать сегодня будешь? Вообще, конечно, без выходных работать, это жесть. Но я понимаю, что тебя повысили. Но рабочий-то день, блин, я не знаю. Но должно что-то еще быть у нас-то с вами. Теперь у нас с общением беда. Смотрите. Через час. Ну, через час и приступит. Сейчас я посмотрю, что там у нас. Общение и гигиена. Подъем. Подъем, я сказал. Быстро в душ. Быстро в душ, я сказал. Он все еще был грустный, прикиньте. До сих пор грустно. Сколько что это будет длиться? Шесть часов еще будет длиться. Конечно, если выплакаться было бы, конечно, это побыстрее бы все было. Ладно. Душ нам сейчас поможет. Долг зовет. Мире полно грязи и преступности. Дмитрий должен исполнить гражданский долг. Давайте сейчас пропустим. Отправиться самостоятельно. Потому что надо серию уже заканчивать. Подождите. А как отправиться самостоятельно? Ё-моё. Ё-моё. А как на работу-то поехать? Давай бегом. Мы уже опаздываем. Приятель. Хары гигиены. Ты идешь? Он голый стоит. Все люди дома. Суббота. Мы же фигней какой-то страдаем. Давай быстрей. На работу. Бегом. Все, он на работе, друзья. Мы его отправили. Он немного опоздал. Не знаю, как у него день пройдет. Продуктивно или нет. Но у всех суббота. Люди рыбу ловят. Гуляют. А мы на работе. Но я сегодня решил пропустить. Просто сам. Нейтрально. Видите, у него там что-то происходит на работе. Ну ничего. Сейчас он домой же вернется. Что такое? Дискомфорт. А что такое за беда? Усталость. Дмитрий усталый. Должен отдохнуть. Я тебя понимаю, приятель. Держись. Туалет у тебя страдает. Ну ничего. Сейчас ты уже приедешь и чувствую, да? Через минутку. Ты приехал? Его нет. А он до шести сегодня работает. С девятишки работает. У него что-то другая. Блин. Профессия. Ну быстрей. И когда тут личную жизнь строить? Вы не знаете. 342. Что за денек? Дмитрий возвращается с работы. Заработал 342. Нормально мы с вами зарабатываем. Нормально. Под 400. Но правда, если хорошо все выполнять, то будет все окей. Нам завтра на работу? Да, завтра на работу. Офигеть. Нам бы готовить научиться. Было бы неплохо. Для начала. Готовить. Жареный сыр. Ты сможешь это сделать, нет? Блюдо на одну персону. Потому что у тебя вообще беда. Совсем. На свете. Но бодрость мы сейчас спать. Ляжем побыстрее. Питание нам надо. Гигиену. Естественно, нужду, видимо, на работе справил. Молодец. Нет. Нет, Алекс Мойер. Нет. Почему она ко мне пристала? Потому что у меня лучшее отношение, наверное, с ней, да? О, мы кулинарничаем. Посмотрите. Правда, спать охота страшно. С новым навыком кулинарии Дмитрий может поблизости пожар. Не хватало еще. Какой нахрен пожар? А, вот пожар. Подожди, где пожар? Флаффи. Флаффи. Мы горим. Мы горим. И что делать? Флаффи. 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 Как это потушить? Флаффи. С новым навыком. А мне пишут с новым навыком. Что здесь сделай? Как потушить этот долбанный пожар? Кошмар. Так и я горю вместе с ним. Как себя потушить? Тушить себя. Дмитрий получает страховые выплаты в размере 160 за повреждения в пожаре предметы на участке. Заменить 400. Да, день не удался. Заменили хотя бы. Все, что мы заработали сегодня, все сгорело. Ну, ты, конечно, приготовил поесть. Красавец просто. Просто красавец. Ешь крекеры. Просто ешь крекеры. Грандиозный ужин не надо. Давай, давай просто поужинаем. Просто поужинаем жареным сыром, который ты не сделал. Давай садовый салат. Помидоры нужны. Макароны. Короче, приятель, поешь что-нибудь. Ночь уж прижмет же. Быстро перекусить. Вот это да. Вот это сгорела печка. Страховые выплаты 180 и 400 замена печи. Ну, хоть не сгорели. Я думал, нам конец. Сейчас умрет персонаж наш и все. И пиши пропал. Смотрите, какой я красивый. Даже еще дымок идет. Ну, зато кушаем. Зато едим. Блин, ну круто, конечно. Гигиена вообще в вахтике у нас. Сейчас отдаем бутерброд и пойду купаться. Парень, ты с Африки? Да. Ладно, не расстраивайся. Все будет нормально. Это пока что. Пока что. Потом будет все окей. Давай сюда. Бегом в душ. Прям кричит душ, чтобы ты быстрее его принял. Потом попробуем посмотреть немного телевизор. Общение, к сожалению, у нас отпадает. А в выходные дни я буду искать Summer Holiday. Мне она понравилась. Мы с ней будем пытаться что-то построить. Если, конечно, получится с ней что-то построить. Она злая. Может, удастся ее задобрить. Не знаю. Что ждем? Хватит уже есть. Давай. А, ты моешь, да, посуду? Ну, хоть посуду стал за собой мыть, смотрите. Уже большое достижение. Да. Ну, хоть что-то у нас налаживается. Сейчас еще телевизор попробуешь посмотреть. Вообще-то тебе, конечно, выспаться надо. Срочно. Ей, ну, правда, тоже надо поднять. Давай, не волнуйся, если все нормально сейчас будет. Сейчас зеленое уже будет. Ну, то ж надо приготовить решил сыр и сразу же загорел. Фактически. Все, гигиена полнейшая у нас. Все, ты чистый. А что ты грязный до сих пор? Ну, тоже неплохо. А ну, проснись. Сменить одежду. Так. А ну, проснись, сволочь. Отправиться на пробежку. Действие. Проснись, я тебе сказал. А, и он не может встать, прикиньте. Потерял сознание. А представьте, лежит мордой в ковре, да? Отправиться на пробежку. Ты жив? Что ты грязный-то такой? Нифига не пойму. Как лицо отмыло? Ты же отмылся, кажется. Ладно, давай ты, наверное, ляжешь спать. Именно спать. Если дойдешь, конечно, до кровати. А потом мы подумаем, как тебя отмыть. Опять есть надо. Да, готовить надо учиться. Потому что это не перекусы. Это никуда не годится. Смотрите. Ну все, бодрость у нас практически заполнилась. Проблемы с досугом и с едой. С досугой, с досугом и с едой. Да, да, да. Чуть не сгорели. Интересно, как он отмываться будет, не знаете? Зеркало, наверное, нужно. Блин, наверное, зеркало нужно. Ё-моё, реально зеркало нужно. Он не может себя очистить. Ой, кошмар какой. А сколько зеркало у нас нынче стоит? Сейчас узнаем, сколько оно стоит. Походу, реально зеркало нужно. Ванная комната. Вот они, зеркала. Так, что-нибудь подешевле. У меня всего 400 монет. 75. Шикарно просто. 55. Тяжелые времена. О, третий уровень карьеры детектив. У нас доступен. Может, третий уровень, кстати. Так, съедай его, пожалуйста. Мелочно приятно. Давай, вот здесь поставим. Ниже нельзя засунуть? Нельзя, давай. Отлично. Приятель, как тебя отмыть-то, а? Смотрите, красавец просто. На работу пойдет. Ну, а что, ночью подрабатывают? Денег не хватает. Семья, которой нет. Стой, стой, стой. Я понимаю, телевизор, все такое. Но попробовать успокоиться, освежиться. Привлекательная внешность. Попробовать успокоиться. Напряженный. Ну, давай. День шалости. Да нахрен это день шалости. Вы что? Вы на меня посмотрите. Как мне умыться? А, может, раковина надо, да? Скорее всего, раковина нужна. Раковина нужна, наверное. А что, в душе нельзя было смыть это все, да? Вымыть руки, почистить зубы? Не пойму. Почему ты черный? Скажи мне, пожалуйста. Ты же принимал душ. Гигиена у тебя на высшем уровне. Не могу понять. Так тебе все время будешь таким выглядеть, да? Сменить одежду. Действия. Сформировать какую-то группу. А что сменить одежду? Что сменить одежду? Одежда ничего не дает. Без зеркала ничего не дает. Я думал, зеркало что-то даст нам. Ничего оно нам не дает. Как тебя отмыть? Принять душ? Улучшить освежающий душ? Душ с паром? Я не понял. Ты телевизор будешь смотреть? Нет? Честно говоря, так я не понял, как это все делать. Чего он черный у меня ходит? Уже и зеркало повесил. И в этом даже... Как его? В умывальнике пытался что-то сделать. Так, отставить телефон, я сказал. Смотри свой вонючий телевизор. Кошмар. Вообще ничего не успеваешь, если честно. Это на работе надо будет тогда ей сидеть. Или книги читать на работе. Или не знаю. Или есть. Но там можно перекусывать, конечно, будет. Сейчас от досуг до зеленого хотя бы доведу. Работа в 9 часов у него. Можно чуть побыстрее, конечно, это сделать. Нормально. Так, стоять. Останавливаемся. Ему надо есть срочно, я это понимаю. Но сначала давай на унитаз. Быстро, я сказал. Он уже готов идти на работу, но он весь черный. Как мне отмыться-то? Ё-моё. Ну что, тебе после пожара будет постоянно таким ходить? Пожара нет. А, может пока напряжение идет, да? Ну ладно, посмотрим сейчас. Полчаса еще осталось до работы. Ладно. Ладно. Так, подождите. Я ж не могу идти черным на работу. Меня ж, меня ж, меня ж, меня ж, меня ж не начальник не признает. Какого фига оно не работает? Душ с паром может быть, я не знаю. Давай еще раз душ. Так, закрой этот туалет. Если успеешь. Давай попробуем. Отмыться. Может реально с паром надо? Давай быстрей. Может я ему не дал домыться полноценно, поэтому он и забастовал, скорее всего. Отмылся. Отмылся, друзья. Присоединяемся. Шикарно. Последний момент уже отмылся. Иначе сейчас бы, я не знаю, как бы я пришел весь черный. Ну а что, готовил. Приготовился сырок впервые в жизни. Блин, ну игра забавная, конечно, не знаю. По крайней мере, мы начали зарабатывать деньги. На эти деньги можно будет улучшать дом. Но мне не устраивает такой график рабочий. Я 7 дней в неделю работаю. Это вообще жесть. Когда что-то здесь делать в доме? Когда заниматься с собой? Как строить личную жизнь? А если у меня дети были бы? А если собаки были? Как? Ну ладно. Может потом попустят, конечно. Но пока что это жесть. Работал, работал. Ждал выходных. До выходных меня повысили. Выходные отменили. Круто. Понедельник, вторник. Теперь у меня выходные. Если сейчас меня повысят, то понедельник, вторник тоже у меня отменятся. Ну, я к этому готов, по идее. Ладно. Меня отмыли. Это самое главное. Печку мы починили. Ничего страшного. Даже зеркало у нас теперь появилось. В выходные дни, наверное, буду заниматься стройкой, но для этого нужны деньги. Отмылся я, нет? Ну, покажите мою физиономию. Да, я отмылся. Все остальное место. Упражняться один час, база данных. Проанализировать улику. Кстати, друзья, вернулось наше это, видите, дело, которое мы с вами начали. Все-таки мы теперь его доводим до конца. Это хорошо. Это хорошо. И это меня радует. Радует, что мы его, видите, сохраняется. Сохраняется наша работа. Несмотря на то, что мы один день не участвовали в работе. Ну, может, он нас просто патрулировал в парк или еще что-то делал. А я в следующей серии, мы пойдем и закончим анализировать улики. Наверное, на этот целый день уйдет. И будем искать подозреваемого того, кто обобрал тот или иной дом. Но сначала мы должны с вами будем хоть что-то, но поесть. Общения, думаю, нам хватит на работе. Все, друзья, на этом мы закончим. Не знаю, можно здесь сохраняться, нет? О, можно есть. Есть меню сохранения. Игру сохраняем прямо здесь. Если она загрузится здесь, то это будет отлично просто. Значит, мы с вами начнем с рабочего дня следующую серию. Почему бы и нет? В принципе, интересно. В принципе, увлекательно. Когда разобрался уже в работе, я думаю, следующее повышение нам даст какой-то новый уровень наших обязанностей детектива. Но пока что мы будем закрывать дела и пытаться снова дожить до повышения. Сколько там нам надо? Продуктивность пока что средняя. Допросить подозреваемого – это то, что нужно для повышения на следующий уровень. Ладно. Все, друзья, спасибо, что смотрели. С вами был Дмитрий Канал. Шедор Игровые Миры. И до новых серий Sims 4. Пока.